Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители, участники конференции. Сегодня тема довольно-таки непростая у меня, но, в общем-то, она важная всем объемлющая. Я постараюсь раскрыть ее максимально полно, при этом довольно-таки быстро. Настраивайтесь на быстрый темп. Я постараюсь очень сложные вопросы донести простым языком. Сегодня, поскольку тема всеобъемлющая, обширная, я буду вам давать как бы рекомендации в контексте разговора, в контексте объясняемой темы, посмотреть те или иные мои видео, чтобы вы более глубоко ту или иную тему смогли понять, разобрать. Итак, поехали. Тема такая главная, что правила жизнедеятельности для здорового долголетия, то есть как прожить дольше, быть здоровым и так далее, собственно, что волнует любого здравомыслящего человека. Значит, на нас с вами, дорогие друзья, как бы мы этого ни хотели, во что бы мы ни верили, всегда действуют на современного любого человека основных 9 причин групп факторов, то есть которые вызывают болезни. К сожалению, эти факторы, ну, к счастью, можно сказать, не действовали на наших бабушек, дедушек, прабабушек и пращеров, поэтому многие пришли из них, из новых факторов очень серьезного воздействия на организм, такие, например, факторы, как электромагнитные источники излучения, ВЧС-ВЧ излучения, буквально десятки лет назад, а некоторые буквально 5-10 лет назад. И, разумеется, 100 и даже 30 лет назад этого не было. Поэтому с каждым поколением, с каждым годом человек, если он не будет кардинально менять свою жизнь и учитывать те факторы, которые вчера он еще не учитывал, потому что считал их неважными, сейчас в наши дни важным является каждый фактор, который объективно отрицательным образом воздействует на наше с вами здоровье, ослабляется иммунитет под воздействием этих факторов, а дальше летят те или иные системы организма и меняется биохимия в целом. Значит, ну, соответственно, давайте начнем как раз с этого и перейдем дальше к питанию. Питание, дорогие друзья, это, конечно, самый главный фактор, который влияет на здоровье или, соответственно, на болезнь, на систему органов, на болезнь в целом всего организма, на отдельно взятые болезни, но существует еще 8. Так вот, кратко скажу, поясню. Из 8 самый страшный, а, пожалуй, наверное, самый страшный в наши дни, это, конечно, воздействие электромагнитных источников излучения. То, что сейчас внедряют 5G, это, конечно, страшное преступление. Против этого борются здравомыслящие люди. Это вред этот, пагубный. Сразу прошу физиков расслабиться, инженеров, радиолюбителей. Речь идет не про тепловое воздействие, как вы можете некоторые люди подумать и сказать все это ерунда. Нет, конечно, речь идет не про это. Речь идет про резонансное разрушительное воздействие на клетку, скажем, от источника ВЧС-ВЧ-излучения. То есть про модуляции, про частотные характеристики. Антенна, понимаете ли, ДНК наша, вот это тоже антенна. И каждая клетка нашего организма имеет свои характеристики колебательные. И, естественно, когда накладывается резонанс от воздействия каких-то источников, происходит разрушение. Процесс изменения передачи информации, в том числе наследственной. Это страшное дело. Пагубы доказаны полностью. У меня есть несколько видео. Советую вам хотя бы на моем канале, потом в Ютубе посмотрите. Последнее по выходу, ну, видео откроете, раздел в Ютубе у меня. И увидите самое последнее видео 5G. Поймете. Под тем видео, если захотите этот вопрос изучить, досконально ссылки на все исследования, статьи, как мой коллега физик Тюняев там в Совете Федерации проходил, лбом бился об стену и так далее, и так далее. Еще советские ученые, которые говорили, доказывали, работы там выложены о вреде различных видах излучения. Ну, так вот. Это наша с вами задача, гражданская, я считаю, позиция, не допустить внедрения 5G. Но это тем отдельные будут вопросы, я поясню подробнее. Значит, далее. Далее, безусловно, ночью надо спать с 11 вечера до 3 утра. Многие люди сейчас, к сожалению, спят, ложатся спать гораздо позже. Так вот, в этот период времени и только в полной кромешной темноте, никакие маски, очки на глаза, вот эти повязки, как они там называются, бесполезны. Рецепторами кожи все воспринимается. Так вот, только в этот период времени и только в полной кромешной тьме вырабатывается гормон мелатонин в должном количестве, который нужен не только для роста детей и развития, как некоторые люди думают, но и для, ну, как противораковый гормон, как гормон, регулирующий другие гормональные системы нашего организма, на почечнике, щитовидку и так далее. Поэтому учтите этот важный фактор. Ну, разумеется, спать можно и нужно дольше по времени, но это вот тот период, когда обязательно должна быть глубокая фаза сна. Мои рекомендации следующие. Сотовые телефоны на ночь отключайте. Или ставьте хотя бы в противоположную часть квартиры или дома, где вы живете, ну, скажем, на кухню и задней стенкой, где антенна, к окну, к стеклу окна на подоконник поставив, прижмите, тогда уменьшите уже воздействие. Значит, ночью кровать я советую, вот где вы спите на кровати, если рядом есть электрическая розетка, переставить на ту стену, где нет электрических розеток. Ну, или взять рубильники, просто на ночь отключать группы автоматов, вот розеточные группы, либо просто брать, скажем, алюминиевую фольгу, раз 6 сложить, обычную пищевую, приложить к розетке и заклеить ее по периметру алюминиевым скотчем, дабы предотвратить воздействие хотя бы ночью от электромагнитных полей. Ну и прочее. Значит, теперь, поскольку мы ограничены во времени, а тема гигантская, я вам дам просто рекомендацию. Я как бы основополагающие вещи общие сказал, ну, разумеется, не все. Разумеется, бытовая химия, разумеется, вот, но этой темы, впрочем, я сегодня коснусь, говоря о питании. Другие факторы воздействия на нас, от синтетической одежды до тех препаратов, антибиотиков, цитостатиков, гормональных препаратов, если вы применяете все это, разумеется, пагубно воздействует на печень, почки, на все системы органов нашего организма. Если в природе, спросите вы, все то, то есть, те лекарства естественные, которые способны излечить от любой болезни или способны, скажем, не допустить болезнь, пока человек еще серьезным образом не болен. Да, конечно, иначе бы не было бы ни нас с вами, ни природы, это просто законы диалектики. Просто изучайте Гегеля, и в этом смысле вы поймете, что это просто законы мироздания. И это факт, это истина непреложная. Ну, так вот, посмотрите мою лекцию «Девять причин болезни». Старую, ей лет восемь, а может быть, десять даже. Так вот, в ней я подробно в первой и ее треть как раз рассказываю о вот этих девяти причинах, группах факторов подробнейшим образом. Ну, а теперь переходим к, наверное, главной, скажем так, теме, к главному вопросу долголетия. Безусловно, что есть можно, что нельзя. Ну, то есть, есть-то можно все. Есть даже пословица «все полезно, что в рот полезло». Но не все пословицы есть разумные, объективные. Некоторые, конечно, совершенно не таковы. Так вот, что есть человеческая пища? Любой зоолог, биолог скажет вам, что у любого вида животного на нашей планете, ну, если мы берем тем более высших млекопитающих животных, коим мы относимся, да, по классификации, скажет любой специалист, что у данного вида животного есть свой видовой тип питания, который присущ только этому виду и никому другому или группе видов. Например, панда будет питаться чем? Так сказать, бамбуком, коала разными видами эвкалипта, листьями. Причем, заметьте, да, вот что самое интересное сразу. Это млекопитающие животные, которые выкармливают своих детенышей молоком. То есть они нуждаются во всех видах питательных веществ. Белках, жирах, углеводов. И вот тут сразу возникает вопрос, откуда же они берут белок? Ведь это вообще монопитание, и к тому же бедное белком. И вот тут как раз я вам сейчас поясню, что не только тот белок и другие питательные вещества мы получаем и можем получить только с пищей, но еще есть другой путь синтеза. Синтез тех или иных питательных веществ, мономеров различных, там аминокислот, витаминов и так далее, возможен благодаря нашей симбиотической микрофлоре, когда кишечник работает правильно, так как природа предусмотрела. Но многие факторы, которые мы в своей жизни сейчас применяем, такие как любимая капелька феи с рекламы, которую вы на тарелку наносите, моете, остается в виде микроскопической пленки на тарелке, как бы вы ее не мыли, и попадет к вам в организм следующей пищи. Значит, у вас будет синдром дырявого кишечника непременно. Скажем, чистите вы зубы и радуетесь, потому что в этой зубной пасте нет фтора, а зато там есть реклозан, и тогда у вас будет синдром дырявого кишечника, и даже не сомневайтесь. Сейчас у почти 100%, ну 95%, скажем, ладно, процентов людей, есть так называемый синдром раздраженного дырявого перфорированного кишечника или разные виды дисбактериозных состояний. Соответственно, посмотрите в мою лекцию «Синдром дырявого кишечника», чтобы эту тему понять, и вы могли уже подумав, посмотреть мою аналитику и проанализировать, как бы экстраполировав на другие жизненные ситуации подобные проблемы, которые в современном мире есть. Их очень легко убрать из своей жизни. Ну, например, чистить не капелькой ферри, а, скажем, пополам с молотой горчицей и с содой. Пополам предполагать. И хозяйственным мылом, наконец. А зубную пасту. У меня есть, кстати, как делать самому очень качественную зубную пасту. Видео, которое называется «Здоровые зубы». Вот, идем дальше. Значит, говоря о дисбактериозных состояниях, я советую еще посмотреть мое видео потом, которое так и называется «Дисбактериоз». Потому что я там рассказываю в том числе, как решать эту проблему. Но глобально уж больно много факторов воздействует на современного человека в этой сфере. А ведь кишечник – это основа здоровья. Как говорится, все болезни идут от кишечника с питанием. И поэтому вот эти две лекции дадут вам более-менее полное понимание этой проблемы. Я советую мои лекции конспектировать, как и делают те люди, которые, собственно говоря, ну, огромное количество людей, которые пишут мне письма под моими видео, что действительно этот совет был разумен, потому что я просто не способен или запомнить, или проанализировать сразу все, что вы говорите во всех лекциях. Поэтому конспект – самая лучшая вещь. Ну, а теперь идем дальше. Так вот, любой зоолог скажет, что есть виды питания, характерные для конкретно тех или иных видов. То есть, видовой тип питания. И для человека есть видовой тип питания. Каков он? Ну, вот все знают, что есть плотоядные животные, то есть, хищники. Есть травоядные животные, например, жвачные. А есть еще так называемые всеядные животные. И вот почему-то по классификации человека относят к всеядным. Это, конечно же, не так. То есть, всеядных животных, их, во-первых, очень мало видов. Это условные названия, потому что эти всеядные животные, например, кабаны могут есть только растительную пищу, прекрасно жить и, кстати, дольше. Особенно, если они, кстати, содержатся не на воле, а в неволе, потому что если они прошли антипаразитарную программу, а в зоопарках всегда гонят глистов, то животные живут дольше. Безусловно, это один из факторов, есть и другие. Так вот, значит, но видовое питание на этом не заканчивается, да, то есть есть определенный перечень продуктов. Значит, я сказал о трех группах животных. Хищники – это плотоядные, разумеется, мы не таковые. Есть травоядные, мы, конечно же, не травоядные никакие. Есть еще люди, кто издеваются над веганами, говорят, что травоядные, травку, там, это от небольшого ума. Конечно же, никакие мы не травоядные. Траву мы не едим и не надо ее есть, но если не считать травой с зеленью, которую салаты или там отдельно, петрушку, укроп, это все понятно, это едят и мясоеды. Значит, есть третья группа, я уже сказал, об этом всеядные. Нет, человек не всеядный. Разумеется, тут может быть софистика и так далее, и мы можем говорить, что мы можем есть все, и поэтому мы всеядные, но это все философия дешевая. Но почему-то никто почти не говорит о четвертой группе. Это плодоядные существа. И тут люди, которые являются совершенно разными по типу мышления, складу характера, темперамента, так сказать. Допустим, религиозные люди, кстати, сразу должны понять, что же та же Библия, о чем говорила, но любой христианин должен к эталону стремиться. Не так ли? К лучшему, наверное, а не к худшему. А что сказано, как жил человек, про райские сады, что-то там были сковородки или кастрюли? Наверное, нет. И вот это надо понять, осознать. То есть сегодня будет еще и психологический такой вот, скажем, разговор. Кстати, у меня есть интересное видео, которое называется «Зацикленность, предвзятость». И вот это видео я советую как психологическое посмотреть, где за основу я взял измышление, мысль, тезис Льва Николаевича Толстого и очень глубоко этот тезис развил. Так вот, на самом деле мы являемся плодоядными существами. То есть идеальный тип питания для человека – это плоды. Кто-то может сказать и привести пример, обычно люди ищут оправдание своим пристрастиям, привычкам, зависимостям, любой ценой, даже ценой попрания здравого смысла человеческого, антилогичного, антинаучного и так далее. И в этой связи приводят пример, например, про зубы, что у нас есть некие какие-то клыки, классификации, когда мы изучали в школьной еще программе, что есть рецы, жевательные, там зубы и клыки. Так вот, клыки – это только одно название. А по сути вы можете посмотреть на приматов даже, которые являются, разумеется, часть травоядными, как гориллы, а часть плодоядными, как там макаки, шимпанзе. И поэтому даже у них зубы в 4 раза клыки длиннее, чем все остальные наши зубки, идущие в ряд. Поэтому это фикция и просто условное название, что это клыки. И чтобы вы изучили, если вы хотите этот вопрос и понять глубоко, посмотрите потом мою лекцию «Клыки». И так она и называется. В общем-то, на все случаи жизни практически, на все протестные такие состояния и приемы, которые люди могут привести в пример для оправдания своей пищи мясной, у меня есть доказательства, как научные, так и логические и прочие. Так вот, человек, конечно, является по видовому типу питания плодоядным существом. Но, к сожалению, в наши дни, в наши дни есть факторы, я уже говорил о некоторых, которые действуют на нас с вами таким образом, что в наши дни питаться только плодами сложно по многим причинам. И не только потому, что экологически чистой пищи мало. Это первая причина. Вторая причина. Современная пища не содержит многих тех компонентов в питании, которые когда-то были описаны 50-100 лет назад по таблицам. То есть, скажем, бразильский орех должен содержать высокое содержание количества селена. Но в зависимости от почвы, где он выращен, количество селена может варьироваться в 40 раз. Не в 2, а в 40. То есть, каждые 10 лет проводятся испытания на тех или иных почвах разного вида, типа использования, где выращиваются те же продукты и смотрятся результаты. И мы видим, что количество, в первую очередь, микроэлементов уменьшается в разы и в разы. И потому сейчас, даже если вы едите только органическую пищу, биоорганик, самую лучшую и дорогую, то есть, это не значит, что вы получите все необходимые питательные вещества. Вы, допустим, не получите химию. Это хорошо, вредные отравляющие вещества. Но не значит, что вы получите все нужные. Это значит, что тут есть проблема вторая. Химия в быту и прочие проблемы. Значит, я уже посоветовал кое-что вам посмотреть на эту тему. Скажу и дальше, что я рекомендую. Посмотреть для более подробного изучения. Кстати, сразу наперед скажу. Если вы хотите изучить, ну не все из вас, но кто-то вдруг захочет понять, от чего же такая беда произошла. Но если кратко, это экстенсивное сельское хозяйство. Это не внесение в почву питательных веществ. То есть, да, конечно, сельское хозяйство в виде минеральных удобрений вносит азот, фосфор и так далее. Но многие микроэлементы, соответственно, кремний, селены, не вносят. А возможно, это только если есть либо огромный в почве запас, они истощены за последние сто лет. Либо есть леса, и где-то в просеках это делается, где возобновляемые источники минералов. Так вот, или горные лесовые отложения. Подробно я об этом рассказываю, кто захочет изучить, в моей лекции лес и почва. Мы, конечно, придем сейчас к вопросу. У вас возникают наверняка вопросы. А что же тогда есть, как питаться, чтобы быть здоровым? Все это мы сейчас рассмотрим. Так вот, есть еще понятие, помимо видового питания, адекватное питание. Что значит адекватное? Вот смотрите, я уже говорил, для тех, кто, собственно, вот человек религиозный, для того будет все-таки более-менее проще это понять, что стремиться, если мы должны к эталону, что если человек все-таки это высшее существо или, по крайней мере, стремящееся к таковому, что это есть творец в какой-то мере, что человек самосовершенствоваться способен как духовно, так и физически, то тогда понятно, что мы должны придерживаться, скажем, стремиться к какому-то эталону. Для религиозных людей это понятно, для христиан это Библия и так далее. Понятно, что сковороды, как я уже говорил, в раю точно не было, они были, по-моему, в другом месте, и здесь природа и биология нам подсказывают то же самое. В школе изучали, да плохо, помним, все мы, взрослые люди, к сожалению, общество о том, что изучали, что изучали. Например, даже учительница в школе, я уж про институт не говорю, биология должна объяснять была, что такое денатурация белка, то есть это процесс утерии природных свойств, способности живой клетки к жизни, делению, размножению, вообще к жизни. Есть такое понятие полное и необратимое денатурация белка, полное и необратимое, так и называется это в биологии термин. Что это значит? Что при температуре выше 70 градусов происходит полное и необратимое разрушение белковых тел, а жизнь есть существование белковых тел. Из аморфной безжизненной структуры белки, денатурированные, где разрушена ДНК, сварены белки, разрушена первичная структура белка, а только тогда и называется это полное и необратимое денатурация, от слова необратимый, вы живую ткань уже не получите. Человек отчасти спросит его, а как же получает из вареной жареной пищи все-таки что-то, многие вон только вареное и жареное едят. Во-первых, все, никто только вареное и жареное не ест, они были эксперименты, когда вареное мясо давали людям, там это и фашисты экспериментировали, в Китае были такие способы умерщвления, когда более 40-50 дней никто не выдерживал и умирал, сгнивал просто заживо человек, если ел только, скажем, вареное мясо, а если человек все-таки что-то ест, еще зелень, прочее, вот этого малого хоть как-то и хватает. Помимо этого, у нас есть кишечная, не только симбиотическая, родная нам микрофлора, которая, кстати, способна синтезировать все питательные вещества, включая витамины, незаменимые жирные кислоты и так далее. Вопрос в усвоении, а усвоение – это синдром дырявого кишечника, помните, потому что у кого он есть, то усвоение питательных веществ, чтобы вы не ели, будет плохое, худшее, с меньшим КПД. Оттуда огромные проблемы, и оттуда у одного человека получается перейти на веганство сыроедения и иметь крепкое здоровье, лучшее состояние, а у другого нет. Но там есть еще и другие нюансы, будет интересно, напомните мне, то есть я поясню, голодание, кстати, прекрасная штука, но только я рекомендую для тех, кто не хочет погубить свое здоровье, после прохождения антипаразитарной программы, потому что, скажем, паразиты есть у всех, вопрос какие, где, в каких стадиях развития. Я имею в виду круглых, ленточных, плоских червей, абсолютно у всех. Вот, но просто, так сказать, если вы начинаете голодать и длительно голодать, то, во-первых, паразиты многие, ну, какие-то пьют кровь, типа аскорита, какие-то, например, скажем, аписторхи, они просто едят печень. Так вот, как вы думаете, когда питательных веществ в печень приходит мало, а они питаются клетками печени, чтобы получить нужное, привычное им количество печени, они будут что больше есть печень, и возникают проблемы. Очень у многих, потому что человек просто неправильно подготовился к голоданию, а вообще к голоданию, как, скажем, ну, система очищения организма, естественная, природная, прекрасная штука. Просто надо знать, как к этому вопросу подойти, поэтому я создал такое видео, которое называется «Очищение и голодание». Так, идем дальше. Я говорил про денатурацию белков. Так вот, в этой связи что происходит? Значит, если белок разрушается, синтезироваться он не может вновь с этого белка. Ну, может отчасти, благодаря, например, работе наших, только уже не сибиотических, а патогенных бактерий, микроорганизмов, редуцентов, то есть разложителей, которые, в принципе, как раз утилизируют, в том числе, органику разрушенную, дентурированную. И могут синтезировать небольшое количество, в том числе, усвояемых питательных веществ. Поэтому тут палка о двух концах. О двух концах. Они, во-первых, нам как бы нужны потому, чтобы человек, поедая такую вареную жареную пищу, просто сразу не помер. Потому что ферментная система его не способна полностью переварить такую пищу. И тут на помощь нам приходят как раз не симбиотические, а патогенные микроорганизмы. Но, с другой стороны, они, скажем, имеют свой метаболизм, и продукты их метаболизма, конечно, являются токсичными для нас. Поэтому, с одной стороны, они нам не дают сразу умереть, с другой стороны, они нас постепенно травят. И у кого уж кому как повезет, у кого какой запас жизненных сил. Кому-то он дан больше от природы, кому-то меньше. Тут, что называется, дело с генетикой же. В том числе, это тоже правда. У всех она своя. Поэтому, дорогие друзья, никогда не приводите такие глупые примеры насчет бабушек, пил, курил, там дедушка жил 90 лет, вы столько не проживете. Вот дедушка 95 жил, ваш отец, если тоже с дуру пил, курил, прожил уже 70-75. Ну, если вам, конечно, не 70 лет, а отцу, так сказать, когда-то. Те поколения, поймите, они крепче были почему? Они выросли на здоровой пище, в воздухе, в воде. У них был запас жизненных сил больше от их поколений предков. То есть, соответственно, от их дедушек, отцов, бабушек, которые точно не курили и не пили. Или почти это не делали, да. И так далее, и так далее. В деревне, как правило. То есть, поскольку, вы помните, до революции 93% населения жило на селе, а только в 7 городах. Ну, и так далее. То есть, понимаете, на это есть совершенно объективный фактор. Мы к долголетию чуть позже подойдем как раз. Потому что все, что я говорю, это и связано с долголетием. У меня есть очень много видео, целый плейлист на моем канале в Ютубе о долголетии и долгожительстве. Где я собрал, аргументированно доказал. Такой аналитики нет нигде. Я это не для того, чтобы выпендриться говорю объективно. Я, кстати, от этого очень злюсь. Потому что с меня бы этот крест, что называется, я бы с радостью с себя его снял. Если бы был бы кто-то, кто бы освещал эту тему адекватно, справедливо, честно, беспристрастно. Так вот, был такой по какому-то каналу, по кабельным, по каким-то наука 2. Я не знаю, вот эти вот МГУшный проект про долголетие, когда они ездили, ребята, молодые МГУшники, ученые, биологи, задавали вопросы долгожителям в Италии. В других странах-то конвертиком просили сгибать моторику, проверяли другие тесты. Я поражаюсь, многому поражался, ну, например, даже вот тому, что почему никто из них не выяснил, какую воду они пили, из каких источников, какие были физико-химические свойства воды. Это вопрос кардинальный. И понимание, какую воду, имея в виду определенные физико-химические свойства, пили те люди, где были когда-то центры сверхдолгожителей, а сейчас их уже нет, сейчас остались только долгодоживатели, а глобально центров сверхдолгожителей, которые были, например, в определенном лириксском районе Азербайджана, предположим, там, да, или, так сказать, около, там, на полуострове Таймыр, или во Вьетнаме один, все, их уже нет, остались долгодоживатели. Это глобализация, это химизация, сейчас антибиотики он находит в тающих ледниках, которые наросли за последние 50 лет, например, да, водопроводной воде антибиотики. У меня очень серьезно есть видео на эту тему про водопроводную воду, исследования швейцарских ученых, про родниковую воду и тающую горных Альп и подземных источников. Человек страшно погубил, загубил природу. Это факт, и реальности закрывать на это глаза не надо. С этим надо бороться как отдельно взятому гражданину, который любит и свою страну, и нашу планету, противостоять этому страшному злу, уничтожению нас, наших детей, будущих поколений. Но это, правда, отдельно другая тема, да, хотя очень важная, безусловно, у меня есть лекции и на эти темы на моем канале в Ютубе. Но идем опять к белкам. Дорогие друзья, вы знаете, ведь это основополагающий вопрос, у многих людей здесь есть большие ошибки. Некоторые говорят, нам нужны белки, мясо. Вот все, кто отстаивает свой кусок мяса, они повторяют те ошибки, те глупости, которые люди, вне зависимости от профессии, образования, повторяют просто друг за другом, поверив, когда-то с детства прокатившись через матрицу стереотипов, догмам, вырастив. Ну вот, ребенок растет в своей семье, у него так питаются, он привык, потом это зависимость, потом он считает, что это единственное возможное и правильное. И никогда в жизни, даже будучи академиком, предположим, человек не задумывается и не задает себе ни разу в жизни вопрос, а еда ли это правильная, адекватная, человеческая ли это пища, он воспринимает это как нечто естественное. Потом привычка формирует свое, если даже кто-то приводит какие-то доводы, ну кроме самых аргументированных доказательств, при том, что человек способен к восприятию. А это не всегда бывает, часто люди зашворены страшно, зациклены. Потому я это видео тоже советую посмотреть как раз, откуда берутся эти зацикленности, природа, психология этого вопроса. Так вот, дальше что происходит? Ну а дальше люди начинают оправдывать свои пристрастия, привычки любой ценой. Так вот, а как белки попадают в организм? Ну, попадают с пищей, да, например, правильно. Но помните и знайте, если вы этого не знали раньше, что любой белок, который попадает к нам в организм животного происхождения, растительного, обязан, и он разбирается до аминокислот, то есть до мономеров вот этих полимерных белковых цепей, и уже в виде аминокислот в тонком кишечнике всасывается в кровь, как и все питательные вещества практически в тонком кишечнике всасываются в кровь, а кровь, уникальная соединительная, жидкая соединительная ткань нашего организма, разносит не только кислород, но и все питательные вещества, понятное дело, до каждой клетки организма. Каждая клетка организма – это маленький орган. Это маленькая живая система. В ней есть свои органеллы. Вот одна из них называется рибосомами. Да, рибосомы. В рибосомах происходит процесс биосинтеза белка. А что такое биосинтез? Сборка. Дорогие друзья, вы поняли? Для нужд каждой клетки нашего организма, для нужд каждого органа и ткани, которая состоит из группы клеток нашего организма, нужны не белки в плане белков, говоря о белках, а аминокислоты, как мономеры. Потому что только организм знает, какой белок в данный момент времени, в каком органе, ткани, клетке, нужен для обеспечения жизни строительного материала, обновления данной клетки. И потому любой белок разбирается до аминокислот. Но так ли просто это происходит? Нет. Но даже говоря о том, а нужен ли нам белок, мы должны ответить тогда и поправить любого академика, любого диетолога и сказать ему, «Нет, нам белок не нужен, нам нужны аминокислоты, чтобы синтезировался нужный нам белок». А вот чтобы белок высокомолекулярный, сложный, попавший в организм, разобрался полностью, в полной мере до аминокислоты, тем более если он попал в дентурированном виде, то есть в вареном, жареном, при выше 70 градусах, при 43-5 уже ферменты разрушаются, а при 70 происходит, как я уже объяснил, полная необратимая дентурация белка. Так вот, это невозможно. И часть белков будут идти на корм, как я уже говорил, патогенным бактериям. Часть, значит, вступать в реакцию антигена, антитела. А что это такое? Это защитная наша иммунная система, которая состоит из разных видов клеток, лимфоцитов, там, лимфоцитов, макрофагов и так далее. И вот эти самые защитные клетки иммунные путем фабоцитоза, когда они видят, что в кровь попал какой-то антиген, а для организма человека любой высокомолекулярный белок, в первую очередь животного происхождения, во вторую очередь лектины, такие есть белки растительные, попадая в организм, моментально возникает реакция антигена, антитела. И что происходит? Иммунные клетки уничтожают, поедают, пожирают путем фагоцитоза, переводят дословно пожирание. Вот эти антигены, чужеродные агенты, которые, запомните, синтезировались в определенном организме для нужд обеспечения данного организма, например, для обеспечения двигательных функций, то есть мясо. Что такое мясо? Это мышечная ткань. Поэтому правильно говорить, вообще-то, когда человек ест мясо, это он ест мышечную ткань трупа убитого животного. Это грубое, вроде бы не так вкусно и красиво, а мясо что-то безликое, непонятное, и вроде уже, ну это нечестно. Вот, так вот, мышечная ткань. И созданы эти белки для определенных целей, задач в этом организме конкретного животного. У нас свои мышцы синтезируются не от того, что мы едим мышцы другие. Знаете, такая же глупость, как съешь глаз своего врага и будешь лучше видеть, дальше смотреть и так далее. Это вот из этой области. То есть, еще раз, нам нужны аминокислоты, а высокомолекулярные белки синтезируются, скажем, разобраться вернее, разобраться полностью в организме не могут. И тогда возникает вот эта борьба. А в результате вот этой борьбы путем фагоцитозы, я уже объяснил, да, что образуются? Две погибших клетки. Наша иммунная клетка какая-то, например, макрофаг, и, скажем, какой-нибудь высокомолекулярный белок. Причем это может быть вирус, грибок, бактерия. А ведь вирусы, грибки, бактерии – это тоже белки в основе своей. И реакции, дорогие друзья, на организм, когда иммунная система их уничтожает, идет ведь не на название, правда ведь, которое человек придумал, а на что? На структуру. Так вот, запомните, на структуру, которая называется высокомолекулярный белок. И вот поэтому неразумно и глупо потреблять их в пищу, безусловно. А нужно потреблять низкомолекулярные белки. Растения все содержат, любые практически аминокислоты, но не все растения содержат все 8 незаменимых аминокислот в одном виде растения. Многие говорят, до сих пор диетологи твердят мантуру свою любимую, что таких вообще растений нет. Ну, конечно же, это глупость, потому что та же люцерна, крапива, я там понимаю, что это не считают сейчас за растение. Вроде это не в пищу идет, значит, это же растение или спирулина, хлорела, вот эти водоросли. Например, хлорела – это одноклеточная водоросль, она содержит все 8 из 8 незаменимых аминокислот, и все там 26 из 26. А конопля? Конопляный протеин есть, да, например. В Древней Руси, кстати, кормили, выпаивали, ну, когда, например, мать погибала, и не было кормилицы, не козьим молоком или, так сказать, коровьим, а именно конопляным молочком. Конопляное молочко, конопля, содержит, например, именно низкомолекулярные белки, полипептидные цепочки, тогда не возникает реакция антигена антитела. А, кстати, когда она возникает, знаете, что образуются? Кадаверины, потрясыны и другие яды эндогенные. Например, кадавер по латыни «труп» – это вот кадаверин – это трупный яд, дословно. И, безусловно, эти продукты метаболизма травят наш организм, уменьшая потенциал жизни человека. Вернее, он быстрее расходуется просто. Всем от природы примерно дано 120-150 лет при, ну, скажем, среднем, такому средненном метаболизме. Если питание низкой калорийной дольше, почему 100-120 лет? Ну, 50-60 теломеров вот этих колпачков на хромосомах существует. Каждое примерно деление клетки истончается, вот как в мультфильме «Тайна третьей планеты» на одну. Там вот пленочка на зеркале была. А так же и происходит, только вот уходит одна пленочка на хромосоме в виде одной мембраны теломерной. Вот. Соответственно, вот, кстати, все исследования генетиков современных, которые пытаются продлевать жизнь, идут как раз вот в борьбе за сохранение теломеров. Да, и вечно делиться могут только клетки, онкологические раковые клетки и стволовые клетки с асимметричным типом деления. Вот они вечные, как бы, могут вечно реплицировать себя. Все остальные клетки нашего организма имеют потенциал 50-60 делений. Помните об этом. В среднем клетка живет 2 года. Но если человек на низкокалорийном питании, там есть свои нюансы и прочие, я же не могу сейчас, вы понимаете, всего пояснить сразу, да, что я объясняю в сотнях своих лекций за тысячи часов. Поэтому и так пытаюсь уже сделать невозможное. Так вот, тогда способен человек прожить дольше. Были случаи, когда жили люди за 150 лет? Конечно, да. Официально это доказано абсолютно. Например, Махмуд Ивазов, тоже из Лирикского района Азербайджана, талыш по национальности. Почему известно, что он прожил 152 года? Точно. Ну, когда он умер, это вот было на наших с вами глазах. А почему он точно родился, известно, по-моему, я сейчас, если не ошибаюсь, в 1808 году. Почему точно? Потому что в этот момент, в этот день, известный доктор один, который был с русскими войсками тогда в этом районе, ну, Азербайджана тогда еще не было, он образовался в 28-м году, было ханство там, талышское, и так далее, да. Так вот, и этот доктор имел привычку писать дневник. И он тогда записал, а было сильное в этот день, когда родился Махмуд Ивазов, сильное землетрясение. И он принимал роды у матери Махмуда Ивазова, которая с гор тогда спустилась, она была беременна на последних днях, и она, он принимал роды. Он записал это в дневник. И потому это абсолютно известно. То есть, вы знаете, как вот некоторые люди тоже не очень сильно далекие, я просто вот извините, может, за иногда грубость я сдерживаюсь. Я очень не люблю людей, которые не умеют логически мыслить и объективно пытаются все свои желания подстроить, вернее, все под свои желания. Дело в том, что, вот говорят, паспортов тогда не было, поэтому я и доказываю в своих лекциях, в том числе, да, по долгожительству, да, что паспорта – это вообще последнее дело, это ни о чем. Есть доказательства несоизмеримо более высокого порядка, вот как тот пример, который я вам привел, когда понятно, что этот доктор, фамилию не помню, сейчас у меня в лекции там сказано, можете проверить, он просто, ну, естественно, он не знал, сколько проживет этот человек, и умысла у него не было, сами вы понимаете. Он просто фиксировал все, зная это, видя этот дневник, он сохранился доказательства с той ста процентной, или тысячи из тысячи, если бы такое было. И так человек может жить долго. А что влияет на его жизнь? Очень многие факторы, очень многие. Кстати, уж для примера скажу, что другой известный долгожитель, вот Шарали Муслимов, который прожил 168 лет, он, скажем так, умер, и мне потом подтвердили это, даже в переписке, вот под этим моим видео, а есть такое видео у меня про Шарали Муслимов, что люди с этого района написали. Мы знаем, там туристы были, накормили тушенкой или чем-то таким, а он мяса не ел вообще. Вообще не ел мяса. И вот он мучился два дня, а потом и умер. Вот, значит, теперь идем дальше. Я давайте для затравки еще одно письмо по памяти вам скажу. Когда-то мне написала одна женщина. Письмо такого характера. Написала она это мне под одной, по-моему, статьей моей о долгожительстве в моем блоге юфролов.блог. Написала следующее, примерно дословно. У меня есть фотографии моего прадедушки. Он родился в 1848 году, умер в 1950, каком-то на 100, там, 11 или каком-то году жизни. Все мои предки жили больше 100 лет. Всех нас выненчили прабабушки. Самой ей за 50 она еще рожает. Переехали там в какую-то... Это Томская область. Или Омска, это где-то Сибирь. Значит, и, соответственно, она пишет, никто никогда в жизни не ел мясо. Никогда. И вот тут для вас, для некоторых людей, может быть шоком. Но кто-то еще станет говорить, опять-таки, по привычкам, своим и верованиям. А что же тогда есть? А что же в Сибири? А зимой? А калории? А холодно? Ну и так далее. В общем, поэтому это уже достаточно. Но, тем не менее, есть такое видео. А что же есть зимой в Сибири? Или там сроение в Сибири? Как-то так называется. В общем, посмотрите, если будет интересно. Дальше идем. Итак, по питанию, я надеюсь, более-менее понятно. Некоторые люди скажут, что же тогда есть? Да очень многое можно тогда есть. Но я сейчас еще больше некоторых людей у кого-то шокирую, у кого-то раззадорю. Дело в том, что есть ли еще вредные продукты в наши дни, когда так много факторов и так вредных воздействий на нас с вами. Если в наших предках это проходило, у нас не пройдет. Тем более, в связи с тем, что очень много заболеваний сейчас современных такого рода, которых не было либо вообще у наших предков, либо которые помолодели, скажем, в два-три раза и раньше были у 70-летних, а теперь уже у 30-летних есть. Ну, лекемия сейчас, он у детей по 6-8-летних, что в Союзе было, не знаю, 1 на 20 миллионов и было ЧП. А сейчас как норма. Страшное дело. В общем, суть такая. Я вам поясню сейчас немножко вот таким вот образом. Значит, есть лектины, это группа белков растительных, которые вызывают воспаление. Самый известный из них, это, конечно же, глютен. Все его знаете, да? Глютен относится к роду лектинов, к группе лектинов. А лектины – это общее название белков, тоже высокомолекулярных, которые вызывают воспаление почти у всех людей, ну, у кого только идеально работающий кишечник в той или иной степени не совсем. Значит, что относится к лектино-содержащим продуктам? Ну, первое – это семейство посленовых. И, конечно же, вы, наверное, слышали, что есть такое растение белодонно, страшно ядовитый, а травить можно убить малыми дозами человека. Но к этому семейству относятся ягоды Годжи, Физалис, а главное – любимые помидоры, то есть томаты, правильно называемые, да, перец, то самое болгарские, например, картошка и баклажаны, скажем, то, что вообще не является русской, славянской пищей, потому что в обиход посленовые в славянскую еду, кухню вошли, ну, какие-то продукты 50 лет назад, какие-то 100. Также вы должны помнить, что еще 100 лет назад старобрядцы, настоящие старобрядцы били морду своим детям, сыновьям, естественно, которые сажали картошку. Вот, и правильно делали, кстати, бунты, кстати, были не только при Петре. Это вы плохо историю знаете, если вы так считаете. Еще при Николае I в 840-х годах были крестьянские бунты за указы сажать картошку. Значит, и правильно, потому что репа была, и поэтому пословица проще паренной репой и так далее, а репа совершенно не содержит лектины, как и крестоцветные и так далее. Поэтому первое я советую по-человечески исключить из рационного питания а уж тем, у кого есть воспалительные процессы, не дай бог, онкология, доброкачественные опухоли, аутоиммунные заболевания, болезни суставов и так далее. Исключить посленного это первое. Второе. Бобовые. Ну, из бобовых можно оставить чечевицу. В ней меньше всего лектинов и при варке, особенно в скороварке, температура плюс давление, либо в русских печах, лектины разрушаются. Чечевицу наруситые ели в основном. Горох, маш, нут, там больше лектинов не стоит. Фасоль, сою, тем более, продукты из них. Третья группа это злаки, псевдозлаки, крупы, семена, все, что из них делается. Все это содержит лектины. Это защита, кстати, от поедания растений, семян, насекомыми и другими вредителями, которые являются вредителями, имеются в виду для растений, чтобы сохранить, приумножить свое потомство и дать его. Так вот, но, при прорастании семена, верхней части, я не имею в виду, корешок с остатками семечки, а верхушки, уже не содержат лектины. Дело в том, что сложные белки при проращивании распадаются на более простые. Как и любые сложные соединения, ну, скажем, сахара, вот полисахарид, крахмал, он распадается на глюкозу, фруктозу, понятно, на моносахариды. Соответственно, это уже проблем нет, поэтому микрозелень вещь полезная. Сок проростков, там, скажем, ячменя, там, пшеница, овса полезна, а вот корешки в этом смысле нет. Что касается исключений, спросите вы, есть они? Да, есть. Например, сорга, древний русский такой псевдозлак и еще один псевдозлак пшено. Поэтому пшеную кашу, если уж так невмоготую кашу хочется, пшеная, а зачем человеку огромное разнообразие, зачем глупость разнообразия, трата лишнего времени, энергии мысли, совершенно не на то человек должен тратить и так далее. Человеку современному, знаете, что вообще две глобальные проблемы мешают быть здоровым, жить дольше, объективно. Это отсутствие знаний и лень человеческая. Ну, глупости я не беру сейчас, это вообще отдельная тема. Вот отсутствие знаний и лень. Потому что даже если человек понимает, он скажет, там вроде да, надо, ну да, а завтра уже, вроде ничего, и пока петух жареный не клюнет. Ну, собственно, есть такая пословица тоже, пока не клюнет, мужик не перекрестится. Это справедливо. Так, значит, про лектины. Ну, вот, собственно, и все главное, что надо знать. Ну, уж тогда люди спросят, а что же тогда есть? Тогда я вас призываю к двум моим лекциям, чтобы сейчас про это не говорить. Первое, это как раз я уже про это говорил, лечебное очищение и голодание. В конце этой лекции как бонусом я рассказываю, а что же тогда можно есть? Привожу списки, огромные списки продуктов и сотни продуктов, которые тогда можно есть больше, чем нужно человеку в жизни. Вторая лекция, это кетопитание, веганская кетодиета. Только, дорогие друзья, изучите этот вопрос серьезно. В этой лекции, я как раз говорю про те ошибки тех новомодных учений, течений, которые пришли опять нам, как всегда, с запада. Некоторые наши врачи, диетологи подхватили это кетопитание, причем при этом я скажу, результаты есть очень хорошие. И болезни будут вылечиваться на кетопитание, вот которое они мясную рекомендуют кетопитание. То есть, диабет первого типа пройдет, пройдет при правильном должном уходе и других факторов, когда учитывая. Второго типа легко и быстро. Многие аутоиммунные пройдут, но не все. Онкология отчасти, и очень понятно почему. Но в конечном счете человек, который будет есть мышечную ткань трупа убитых животных, он умрет от рака всегда, потому что конечная стадия нарушения процесса метоза, то есть, без полого деления, но это делятся обычно все клетки нашего организма, кроме половых, там миоз, другой процесс, да, без полового деления. Так вот, от деления к делению накапливаются ошибки. Ошибки – это свободно-радикальное воздействие. А свободно-радикальное воздействие в том числе от токсинов. Но если человек уже с дури просто жарит мясо, то поскольку там есть и железо, ну, если красного цвета, там всегда железа много, а железо – это катализатор, температура – катализатор, и образуются при жарке окисление, соответственно, при воздействии кислорода такие прекрасные продукты, как гетероциклические амины и нитрозуамины. А эти соединения являются мощнейшими мутагенами и всегда приводят к раку. Но это всего лишь маленькая доля того пагубного воздействия на организм, оказывающий это поедание мяса в его термическом, по крайней мере, исполнении, обработке. А на самом деле гораздо больше факторов. В своих лекциях я подробно про это говорю. Поэтому я чисто по-человечески советую все-таки не есть мясо. И, во-первых, тут будет только одна польза, вреда не будет. То есть вы не будете и животных убивать, кармические последствия, то есть законы причинно-следственных связей энергетических, которые, естественно, есть вне зависимости от наших желаний, верований и так далее. И просто физическое воздействие на здоровье не будет пагубное. По крайней мере, такое. Но кто-то скажет, ну вот там, понимаете, частные примеры – это ни о чем. Неужели вы не понимаете, что люди, один вам будет говорить, вот у меня изумительный результат, он будет прав. Другой говорит, а у меня плохой. И он будет прав. Но в чем он будет прав? В том, что это все глупость, сыроедение, вот то, о чем я говорю, веганство. Конечно, нет. То есть законы природы. Не законы природы кривые, а морда кривая. Ну, я без оскорблений, да, понятно. Потому что пенять не надо, надо разбираться в причинах. А причины всегда есть, ошибок. Ошибки люди совершают. И на любом питании. Вы что хотите, например, сказать, что, ну, те, кто защищает мясоедение, что у мясоедов нет, например, дефицита B12, о чем они постоянно веганам, говорят, конечно, есть. А низкое железо, гемоглобин может быть у мясоедов? Безусловно. Отчего? Ну, в первую очередь, от того, что есть паразиты в организме. Кстати, можете врача протестировать. Это один из тестов на профнепригодное. Знаете, какой? Вот, например, вы анализы сдали. У вас низкое железо, гемоглобин. И если врач начинает бэ-мэ-говорить и говорит, что, ну, надо там вот больше печень есть. Они любят заставлять, вот, рекомендовать есть печень. Так привыкли рекомендовать, да? А при этом вам врач этот не сказал, а ну-ка срочно бегите, сдавайте иммуноферментный анализ с крови на антигены к антителам, там, тех или иных видов паразитов, скориды, токсокары и так далее. Если врач это не говорит, это профнепригодный человек. То есть он не понимает законы, даже основы биологии. Я уж не говорю про биохимию ему. Ладно, не надо понимать. Но про даже медицину основополагающие вещи он не понимает. Есть такие тесты. Понимаете? Есть. Вот по сути. Вот я тоже это пытаюсь обучать в своих лекциях. Многие честные врачи мне так и пишут. Это просто вот действительно. Кто-то пишет, открыли глаза, кто-то говорит, действительно правильно. Один вот из Блохина, не буду называть, я с ним даже переписываю сейчас, там он хирург, онколог из центра Блохина на Каширке в Москве, говорит две вещи. Вот я помню, он мне очень интересно и сказал, когда он ходил ко мне там, ну, неважно, там на ярмарке, да, там и продукты мои покупал, там продукцию и прибор по воде, по-моему, вот генератор водородной воды и свободных электронных генераторов взял. И он говорил такие две фразы, которые мне очень запомнились, они очень показательные. Он говорит, вы абсолютно правы, мы врачи-зомби. Это первое, что он сказал. И второе, я думал раньше, как и многие мои коллеги, что водородная вода, вот эта вся тема, это глупость несусветная. Но я понял, что я был кем? Идиотом. Честный человек всегда скажет, что я был идиотом когда-то. Я не глупый человек, биолог. Когда-то верил в то, как и все вы когда-то, большинство из нас, почти все, в то, что мясо – это естественный продукт, мужской продукт, ну, и все то, что незамемные аминные кислоты, что полноценные белки и прочие-то ахинеи, которые сразу в голову приходят. Но верил, верил пока когда-то, просто один раз не подумал, не стал задумываться на эту тему. Люди в основном переходят на веганство, знаете, по трем причинам. Первое, самое мною уважаемое, это этическая сторона вопроса. Я пришел не по ней. Очень уважаю людей, которые пришли по этой причине. Естественно, сейчас этический вопрос для меня главный, потому что любой человек, кто переходит на веганство, он переосмысляет определенные вещи потом. Вторая причина, это здоровье, когда люди понимают, что да, вот знакомые перешли, лучше стало, или там прошли болезни и так далее. Вторая причина. Ну, а третье, дураком быть не хотел. Потому что, если я понимаю, что это не человеческая пища, объективно, ну, просто объективно, по всем нашим анатомическим, морфологическим, то есть внешним, да, критериям виду строения, внутреннего и внешнего, по биохимическим и так далее, по философским, систематическим, по каким хотите. Ни одного нет фактора, критерия, говорящего о том, что это наша естественная пища. Только зачем это делать, так сказать, вред и себе, и природе, и животным, в этот мир нести боль, страдания, гнев, участвовать в этом страшном, пагубном деле, убийстве ни в чем не повинных животных. И прав был Лев Николаевич Толстой, который, кстати, я советую почитать первую ступень. И он как-то сказал, что пока на земле будут бойни, будут и войны. Теперь давайте перейдем к следующей теме. Ну, вернее, я скажу так. Безусловно, по возможности. Я понимаю, что многие живут в городах, объективная реальность, в магазинах купить качественную пищу тяжело, а в идеале надо есть, конечно, органическую пищу, в идеале надо иметь свои огороды. Ну, были в советское время, во-первых, и такой химизации не было уж такой. Плюс к тому, все-таки у каждого шесть соток, вы понимаете, у миллионов людей, у кого-то дачи, и, конечно, так сказать, земля была и выращивали. Люди многое выращивали себе, запасы делали. Я не говорю про эти времена сто летние и более давности. Это понятное дело. Вот. Сейчас ситуация все хуже и хуже. Химия, в том числе завуалированная, непонятная, входит в нашу жизнь все, как сказать, семимильными шагами, больше и больше. Это огромная беда. Поэтому мы должны либо выращивать сами, либо найти, это мои советы, например, там честного фермера, крестьянина, который выращивает те или иные продукты, вы у него покупаете. Ну, уж извините, рекламу дам, потому что скажут, а вот где, что. Ну, во-первых, у кого хотите, если вы доверяете человеку. Тут главное доверие и понимание, ну, потому что бумагу можно любую написать или взять, вот как в Германии было, знаете, какие были процессы там, уголовные в том числе, когда, когда вот сертификат био брали, реально биопродукты, а потом под это био, ну, по Марксу-то понятно, да, что капитал никогда не остановится, когда 300% прибыли, но любое преступление, ну, оно такое, тем более. Поэтому, уж если на убийство легко пойдет, значит, а это непреложная истина, проверенная жизнью, на уже протяжении более 100 лет, поэтому, значит, вот под это сертификат стали в Германии даже делать, ну, про яйца, например, куриный было такое дело известное лет 10 назад или 12, так вот, стали продавать левые, химические, ну и что, сертификат-то есть, так что понимаете, да, так вот, у нас есть, мы как раз один из моих видов бизнеса, я не только биолог, я предприниматель, я аграрий, вот, кстати, вещаю, сейчас я вам узнаю, откуда, из Пушкинских гор, это глубинка Псковской области, ну, выдающееся место своим гением Пушкиным, Михайловское рядом, Тригорское, Петровское, имение, да, так вот, я переехал, хотя являюсь коренным москвичем, я, моя жена, семья, моя, дети, сюда, в Пушкинский гору, уже 5 лет живем здесь, иногда приезжаю в Москву, редко свои дела проведать и так далее, участвовать в выставках, ярмарках, вегмартах, которые раз в месяц проходили, пока коронавируса не было, и, соответственно, вот, либо выращивать самим, либо у кого-то покупать, без супер продуктов, так называемых супер фудов, супер добавок, в наши дни не обойтись, хотя бы по одной причине, я уж не говорю про другое, кто бы вам что ни говорил, что организм способен синтезировать все, что угодно, в идеальных условиях, да, но сейчас нет идеальных условий, так же, как рекомендации Поля Брега, Нормана Окера, о лечебном голодании, об очищении на воде, 40-дневном, 30-дневном, раньше проходило идеально, у всех людей более-менее легко, могли люди, сейчас единицы, вот именно такие жесткие виды, поэтому есть методики, такие как огоня, там на соках, например, там мед и травы, для облегчения этого процесса голодания, но помните, перед ним антипаразитарную программу, надо полную пройти, на моем, кстати, сайте, надgar.ru, спросите вы обязательно, а где, вот посмотреть, там вы найдете, вбейте антипаразитарный набор, вот его увидите, что это такое еще, он состоит, как что принимать, да, я сразу вам хочу сказать, дорогие друзья, кто-то скажет, вот по семеновой тройчатка, там полынь, пижма, гвоздика, я вам скажу так, эта троица очень хороша, но она поможет только тогда изгнать тех паразитов, которые в данный момент времени приема этих трав находятся в кишечнике, а если они находятся, например, как личинка токсокара в определенной стадии своего развития на глазном дне, питаясь бета-каротином, очень хорошо, кстати, и поэтому, когда дурман трава такая есть, на сковородку раскаленную кидают ее, идет такой, определенные ингредиенты, газы, эфиры, вот человек дышит над этой сковородкой, иногда черви из глаз вылезают, страшную картину говорю, да, ну это правда истинная, даже картинки в интернете можете найти, так вот, поэтому, травы не на все действуют, а вот, что действует на все, это единственное вещество, хиномоноза, такой полисахарид, который находится в грибе лисичка, только сразу вам скажу, кстати, здесь природа нам с вами, еще раз говорит, дорогие друзья, не извращайте законы природы, не жарьте и не варите, потому что, и здесь природа доказана, что при обработке грибов, то есть при жарке, сушке, выше 38 градусов, а некоторые полисахариды, такие как лентинант полисахарид в грибе шитаки, разрушаются уже при 35 градусах, поэтому сушка может быть только вакуумная, в современных, я имею в виду условиях, чтобы сохранились именно не питательные все, а лекарственные вещества, грибы, высшие бездельные грибы, макромицет, они являются все лечебными, об этом свидетельствуют тысячелетние манускрипты и в Азии, в Японии, в Китае, и травники лечебные монастырские, которым по 800 и более лет, и труды, диаскорида, и основоположника медицины, собственно говоря, Гиппократа, и так далее, и Галена, и других древних медиков, врачевателей, ученых. Так вот, поэтому, это надо учесть. Настоящая традиционная медицина, на самом деле, это, современным языком говорят, это фито- и фунготерапия. Вот, это трава лечения, грибы лечения и прочее. Значит, конечно же, часто человек себя доводит до такого состояния, когда медицина официально и нужна, безусловно. Иногда нужны операции, чтобы спасти жизнь человеку. Хирургия обязательно нужна, травматология обязательно нужна, но вот с терапией беда. По-хорошему, вот советская терапия к чему пошла? К профилактике. А сейчас нет, сейчас выгодно врачам, системе, фармкомпаниям, под которыми врачи часто получают процент отката, продажи чего-то там, да, они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы люди были больными, потому что, так сказать, надбавки, проценты идут за количество больных, и лечить полностью невыгодно. А медицина современная учит врачей, я вижу, чем учатся молодые врачи, это просто кошмар. Академического образования нет давно, об этом смешно и говорить, я уж не говорю об этом, а, да, вы знаете, как будут учиться сейчас врачи скоро? Не, ну, про ЕГЭ-то вы поняли, знаете, а вот про врачей, ну, как в США, и как Задорнов говорил, специалисты будут по левому, по правому уху, бумаги у них, прескуранты будут, ну, вернее, инструкции некие, и они будут опросники делать, потом по опросникам выводить, без размышлений своих, что нужно делать? То есть, как будто человек-робот, и механизм точно изучен, и это ТО для машины. Нет, с организмом у человека все гораздо сложнее. Вот, дорогие друзья, чтобы не допускать до такого, я все-таки рекомендую вам учесть и постараться в своей жизни прийти к тому, чтобы вы питались хотя бы приближенно к нормам природы. Убирайте различные дефицитные состояния, категорически нельзя, вот я, когда я говорю на своих индивидуальных консультациях, когда серьезные заболевания, иногда я там, сейчас еще время, ну, какое-то нахожу для этого, скоро, наверное, не буду, дел у меня очень много разных, то вот я говорю так, три глобальные задачи, дорогой товарищ, вам надо обязательно учесть, решить. Первое, обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, в которых может быть дефицит, даже теоретически. Это возможно, используя современные суперфуды. Например, в лексидисбактериоз, я рассказываю, фукус гелеобразной формы натив, дикая спирулина, сок пророска пшеницы, в своей комбинации в течение дня, способны обеспечить организм почти всем необходимым, кроме некоторых, некоторых, скажем, компонентов, которые имеются в дефицитных состояниях почти у всех сейчас людей, у всех. Что можете проверить на себе? Витамин D2, D3, это, как правило, витамин КАК2, но не у всех, показатель, что его мало, в носу поковырялись, или зубы почистили, кровь течет. Вот это значит, витамины КАК2, мало дефицита. Его много в шпинате и в брокколи, только не варите, иначе бессмысленно он разрушается при термообработке. Значит, идем дальше. Третья пара, на которую каждому надо провериться, это B12 витамин и его антагонист гомоцистеин. Запомните, что если гомоцистеин по результатам анализов повышен, то B12 будет точно в дефиците, даже если анализ сам показал B12 как норму. Почему вот такой десонанс происходит, я подробно объясняю в своей лекции про B12. Есть у меня и такая лекция. Значит, D3, у меня есть лекция D3, обязательно посмотрите. Ну и последняя пара, это омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, а именно ЭПК и ДГК. Это две такие аббревиатуры, две разновидности, ну а ЛК проблем ни у кого, как правило, нет. Значит, если будут дефицитные состояния, не надо ждать, пока организм сам начнет синтезировать, надо обязательно их потреблять, чтобы не было дефицитных состояний, особенно если человек болен. D3 сейчас у всех дефицит, увидите. Итак, мою лекцию про D3 обязательно посмотрите. Идем дальше. Значит, вот это первое. Второе, что необходимо делать? Вторая глобальная задача, стоящая перед человеком любым, кто хочет лучшее состояние здоровья, укрепить иммунитет, победить болезнь. И без этого никак. Это надо убрать из своей жизни все вредные факторы, ну хотя бы большую часть вредных, которые объективно, однозначно, негативно влияют на наше с вами здоровье. Ну, об этом я частично уже коснулся и сказал в мою лекцию «Девять причин болезни» посмотреть. Ну а третье, скажем, глобальная задача, это нужно, непосредственно, зная болезни, подобрать методику лечения грибными препаратами, травами, может быть, совместно с медицинским, если по показаниям те или иные препараты необходимы, ну, гормонозависимым людям, там, при удаленной щитовидке, когда она полностью удалена и так далее, да, или в начале своей, когда инсулин зависимый, сахарный метр, его сразу нельзя, инсулин прекращать, колоть, это понятно постепенно, легко можно отказаться, тогда, когда вы будете видеть, что норма держится, даже когда вы уменьшаете дозу, и это все возможно. Значит, то есть разумный подход, разумный, рациональный должен быть, и поэтому не должно быть дефицитных состояний, а вот это самая большая проблема, врачи, и просто люди это сейчас не учитывают, потому что, ну, ладно, в лучшем случае скажут о Д3, Б12, еще о чем-нибудь, ну, извините, я говорю, самая большая беда, дефицит тотальный, хрома, кремния, селена, других микроэлементов, которых нет в почвах, почвы бедны, и потому в продуктах их нет, и вот это большая проблема. Наверное, может быть, стоит прямо к вопросам перейти, потому что, отвечая на вопросы, я, возможно, вспомню и то, что я, в общем-то, упустил, вчера врач, гомеопат, это я читаю, Наталья написала, выступила и сказала, что Д3 гормональный, а знакомая врача, айрведа утверждает, что нам необходимо его восполнять, что на солнце его нет в количестве, в том, которым надо на солнце. Ну, так я же вам сказал то же самое, только я не все, я же не буду сейчас вам рассказывать лекцию про Д3, правда? Я это все подробно изложил в своей лекции Д3, причем так подробно, что вам никогда в жизни больше не потребуется ни одна лекция, никакая информация про витамин Д3. Да, он является не только витамином, но еще и гормоном, совершенно верно. Да, солнца не хватает. Да, мне приходят письма даже от людей с Саудовской Аравии, ну, русскоязычных, с Калифорнии, которые говорят, сдавая анализы, сдавали, и у них тотальный дефицит витамина Д3. Причем, если норма официальная, там 30-40 минимум, миллимоль на там, миллилитр, то у них 7, 8, 9, а по-хорошему до сотки надо догнать, это нижнюю границу, то есть норму 100 держать. Поэтому даже до 10 тысяч международных единиц в день, это норма приема, хотя считается 1000. 1000 это на удержание, а когда тотальный дефицит, 5-10 тысяч единиц международных в день потреблять. Какую воду пить? Дорогие друзья, у меня есть лекция, какую воду надо пить. И по воде у меня более 10 лекций. Во-первых, вода должна быть химически чистой, то есть не содержать хлора, других отравляющих веществ, в том числе антибиотиков в своем составе. Разумеется, под раковину в городе, если вы живете, разумно поставить систему обратного осмоса. Но, собственно говоря, у меня скоро будет еще одно видео на эту тему. Я объясню определенные минусы обратного осмоса, но плюсов у них больше. Если картриджи часто меняете, можете их ставить. Но мы сейчас создаем. Один завод специально делает по моему заказу такой комплекс под раковину. Это будет лучше. Там будет в том числе система обратного осмоса, но гораздо больше функций. И мы перекроем все те недостатки, которые есть у тех или иных систем. Об этом просто потом. Подпишитесь, если захотите, на мой канал в YouTube. И следите за выходом новых видео. Увидите, когда по воде, то будет точки, мы все закроем. Ну и сейчас у меня видео там много, где я полно объясняю, какую воду надо пить, почему запивать еду водой не стоит, почему вода не должна содержать солей жесткости, то есть карбонаты, сульфаты, в том числе карбонат, кальция, безусловно. И тут, друзья, кстати, про насчет этого, про кальций я имею в виду. Но не про закисление организма. А что касается, так сказать, откуда минералы получать, кто-то спросит. Так ясное дело, откуда из пищи, дорогие друзья. Вы что, не знаете, что любые минералы в воде, которые растворены в ней, они неорганической природы. То есть неорганической формы существования. А органическая форма – это когда минералы в теле, в клетках растений содержатся в коллоидном растворе. То есть в хилатной органической форме. Например, кальций – это будет органит, кальций, цитрат и другие формы. Вот это уже органические формы, а неорганические – это карбонат. Понятно? Например, или сульфат. Это огромная разница, колоссальная разница. Ладно. Значит, это всё. Теперь идём дальше, идём дальше. Значит, камни в желчном пузыре и так далее. У меня есть видео, как растворить камни в желчном пузыре. Поскольку вопросов много, сейчас я кое-какие вещи просто буду направлять вас на… Ну, чтобы в двух словах не объяснять, тем более всё и не успеть на видео. А что-то объясню сейчас. А вот омега-3, какую лучше употреблять? Значит, у меня есть видео омега-3, 6, 9 – жирные кислоты. Значит, здесь вопроса два. Этического характера, потому что в основном омегу, которую продают в аптеках, а есть, конечно, хорошие. Например, таких производителей, как Solgar американская, дорогая. А тут, кстати, вот нельзя, знаете, почему экономить и покупать дешёвку. Очень дорогую надо. За 3-4 тысячи банка такая большая, чтобы рублей стоило не меньше. Знаете, почему нельзя экономить? А потому что в основном из печени трески, ну и других рыб добывают, а моря сейчас поражены чем? Тяжёлыми металлами, например, ртутью, радионуклидами. И вот те фирмы, которые делают очень качественное, значит, дорогие, высокой степени очистки, они стоят дорого, как вы понимаете. И потому здесь нельзя экономить. Но если вы в плане этики думаете, то есть и скрилля делают. Это более, так сказать, менее такие компромиссные веганские варианты. Но я вам так скажу, что есть... Ведь знаете пищевая цепочка, с чего начинается? Откуда в рыбе омега-3? Она, что они, омега-3, разные кислоты, что синтезируются в организме рыб? Нет, конечно. Они поступают в организм рыб с их пищей, то есть с водорослями. И многие морские водоросли синтезируют в себе. Они как раз и являются продуцентами. Кстати, еще одна очень важная тема, которую я не поднимал, доказывая, хотя в лекции 9 причин болезни есть, я это говорил, что есть все виды живых организмов, делятся на продуценты в плане экологии. Редуценты и консументы. Консументы – это потребители с латыни, в дословном переводе. И есть потребители первого, второго, третьего порядка. То есть второго, третьего – это уже хищники. Первого – это растительноядные животные. Вот мы с вами, это по-хорошему, консументы первого порядка. Продуценты – это растения. Ну и еще хемосинтезирующие бактерии. Не будем углубляться. То есть растения. Все растения производят органическую биомассу, первичную, которую потребляет все экологическое, ну скажем, вся биосфера, как самая крупная экосистема на нашей планете. Все пищевые сети и цепи завязаны на продуцентах. Так вот, не лучше ли получать первичную энергию, строительный материал в первооснове, чем в переработанном виде, как вы полагаете? Плохие зубы у детей, витамин D3 – от этого плохие зубы, в первую очередь дефицит. Может быть, кальция, ну, так сказать, вполне может быть кальция, если мы, ну, органический кальций, вот кальций D3, например, фирмы Solgar, пожалуйста, принимайте. Вот, смотрите два года. Ну, Светлана, да, ну, отлично. Огурцы, гречка по огурце, в какой-то мере, понимаете ли, да, в общем-то, да, гречка, понимаете, она ничего, так сказать, можно, если у вас все-таки нормально с кишечником. Есть дисбактериоз, не надо. Лектины там есть. Какое исцеление несет молитва? Ну, истинно, что вначале было информацией слова, то есть информацией даже мысль. Поэтому мысли материальны, правильно люди говорят. Настрой какой-то, любой настрой, глубокая вера во что-то, она влияет, имеет обратную связь. Групповая какая-то вера, проявление создают эгрегоры. Эгрегоры имеют обратную силу и воздействуют на людей вторично, обратно, конечно. Кондиционер вреден. Ну, и относительно нет, если вы будете озонировать помещение, где кондиционер, при рабочем кондиционере, так закроете его чем-нибудь там, пленкой, скажем, там, ну, кубический метр, включите озонатор, который, я считаю, у каждого человека должен быть сейчас. Вот эти хаппилайф посмотрите, потом у меня на сайте надгар.ру всего там тысяч шесть стоит рублей, тысяч шесть. У меня, кстати, тоже в клинике их берут, часто онкологи и так далее. Потому что раньше в советское время, в 80-е годы, вот 600 миллиграмм в час вырабатывали озоны, это вот такие со стол установки гигантские, а сейчас вот такой маленький приборчик. Так вот вы включите, он начнет гонять через себя воздух, кондиционер, особенность долгая его, или в машине, например. И, конечно, там бактерии, причем бактерии анаэробные, что самое опасное, скапливаются, а вы просто их уничтожите в прохождении воздуха озонированным через этот же кондиционер. Вот такой хитрый способ есть. Увлажнитель для воздуха. Вы понимаете, есть увлажнители очень неплохие. Я забыл фирму, но могу спросить сейчас. Вента? Вента. Бесшумные абсолютно, и в контейнер вода наливается, вентилятор, то есть они даже отчасти пыль улавливают, там отчасти воду, а потом канистра выливается, и все. Гарантию дают какую-то сумму, лет 25, что ли, но они вечные. Кстати, есть кондиционеры, конечно, лучше всего Дайкин, но это дорогие кондиционеры, японские. Диабет первого типа однозначно излечим, но необходимо перейти на кето-диету, хотя бы на период излечения полного. А дальше у меня есть две лекции. Лечение сахарного диабета первого, второго типа и кето-питание. Вам надо их две посмотреть. Ну, а топический дерматит. Значит, смотрите мое видео «Кожные проблемы». То есть любые проблемы с кожей, атопический дерматит, нейродермит, псориаз, все, что вы не назовете, это все проблемы грибкового характера. То есть грибки микромицеты, когда поражают, но они, запомните, всегда вторичны. Изначальные первопричины другие. А плюс ко всему, то, что проявляется на коже, это только лишь проявление, а глубинные процессы далеко внутри. Например, консультация нужна, если онкология третьей-четвертой стадии. Или посмотрите мою лекцию, хотя бы без консультации. «Общие принципы лечения онкологии». Она так и называется в Ютубе. Как искать мои лекции в Ютубе? Заходите в Ютуб, набираете «Фролов», «Пробел», например, «Мед», «Омега-3», «Б12», «Д3», или там «Пищеварительная система», «Кровеносная система», «Дыхательная система». Понятно, да? Что касается доброкачественных опухолей. Когда вы посмотрите, я надеюсь, посмотрите все моё видео «Общие принципы лечения онкологии», вы поймёте, что есть некая зависимость. Консультируя людей, тысячи людей, я вижу одну и ту же закономерность почти в 100% случаев. Начинается онкология всегда с того, что в детстве были гнойные ангины, а зачастую уже и у взрослых. Дальше обязательно кандида. Она может у женщин как молочница проявляться, как там серый-белый язык по утрам. Дальше обязательно полипы, миомы, кисты, фибромы, фиброденомы. Ну, смотря у кого что. Ну, а дальше онкология. То есть все, у кого онкология, были кисты, миомы, полипы, любые какие-то, но были обязательно брокачественные опухоли, как правило, с доречайшим исключением. Причин онкологии несколько. Я там объясняю эти причины. Сейчас не хочу об этом говорить, иначе это очень долго получится. Но я всё это говорю. Питание, которое я объясняю, при любой адемно-карцинома, там какая разница, какой вид онкологии, всегда питание должно быть видовое, адекватное. Давайте я такую вещь скажу. В чём смысл, суть кетопитания вообще? Почему важно, у кого онкология, обязательно перейти на веганское, как я уже говорил, кетопитание? У любого человека, у любых клеток нашего организма есть два пути получения энергии. Первый за счёт гликолиза и цикла Крэпса, то есть это за счёт расщепления глюкозы. А второй за счёт расщепления кетоновых тел, то есть жиров, это кетоз. Первый тип. Вот его используют раковые клетки обязательно. На чём основан принцип контрастного КТ, когда точно можно определить метастазы, 100%, гарантированно. Добавляют определённый изотоп в глюкозу, в жидком виде размешивают в тёплую водичку, человек выпивает, потом его просвечивают и видят, где скопливаются, горят огоньки. Это и есть скопление раковых клеток, метастазы, например, или маленькие раковые опухоли, или большие, они светятся. Видно. Почему? Потому что очень просто. Раковые клетки потребляют в десятки раз больше и быстрее глюкозы, чем другие клетки нашего организма. У них ускоренный обмен веществ, метаболизм. Они не могут жить без высокого содержания глюкозы, и это истина. Значит, теперь, я поражаюсь, почему врачи, понимая, на чём основаны принципы исследования, точной диагностики, не понимают, что же это означает в плане лечения человека. То есть, вторая, обратная сторона медали. А это очень просто. Если у раковой клетки убрать энергию, основной источник, то она как минимум легче будет подвержена воздействию любыми методами лечения и быстрее будет погибать. Раковая клетка, ну и значит опухоль. В чём суть это питание? У любых других клеток нашего организма, помимо раковых, есть второй путь получения энергии. Я о нём уже сказал. И этот способ, этот путь работает только тогда, когда человек перестаёт есть, скажем, быстрые углеводы. То есть, всё сладкое. Я не только сейчас говорю о синтетических сладостях. Разумный человек никогда в жизни не будет есть печенье, там всю прочую гадость. Это на грядках не растёт, дорогие друзья, и на деревьях тоже. Но нельзя человеку с онкологией есть ничего сладкое, фрукты, ягоды пока, по крайней мере, долгие месяцы, как минимум полгода. И вот если вы перейдёте, а там есть принцип, 10% от общего объёма по калориям, по колоражу, съеденной пищей в день, это углеводы. Какие? Овощи, зелень, 80% жиры и 10% белки. По белкам я объяснил, это конопляный протеин, это спирулина, хлорелла, где до 78% на сухой остаток, так сказать, белка, включая все незаменимые. Раковому больному обязательно нельзя, чтобы был дефицит в аминокислотах, то есть в протобелках. Поэтому я рекомендую конопляный протеин. идеальный вариант усвоения близко к 100%, ну к 95%, ладно, КПД и так далее. Вот почему важно, у кого опухоли, у кого ревматоидный артрит, там, не знаю, аутоиммунные любые заболевания, рассеянный склероз, там, например, сахарный диабет 1 типа, перейти на кето-питание. Как принципы, всё я объясняю в лекции кето-питания, веганская кето-диета. Когда сделали операцию? Ну что, ну так и, слава богу, если у вас всё хорошо в данный момент времени, но все знают, онкобольные, что 5 лет следят как минимум за людьми, если всё нормально, чтобы стагнация некая была, ремиссия, да, стойкая, тогда говорят, как бы, о излечении условном, всё равно проверяются потом. Так вот, поймите, удалили опухоль, причину-то не устранили, а тем более первую причину. Устраняйте первую причину, неадекватное питание, образ жизни. И второе, применяйте науку фунготерапии, то есть смотрите мою лекцию «Общие принципы лечения онкологии», там я объясняю, говорю про маркерный курс высшими базидеальными грибами, гриб весёлка, шитаки, рейши там и свечи, да, тоже, которые наночеректально вставляются, плюс другие методы, и вот это всё совместно, и плюс учтите там те лекции, на которые я ссылаюсь, которые надо посмотреть, потому что надо же учесть все три группы фактора, которые я вам уже говорил, питание, нюансы там, да, чтобы не было дефицита питательных веществ, плюс там методики лечения и убрать вредные факторы воздействия, вот это и есть системный подход, поймите, дорогие друзья, волшебной палочки, пилюли нет, но она есть, и в этом нет нарушения закона диалектики, потому что есть в том смысле, нет, потому что простого пути нет, это дело случая, это редкость, а да, есть потому, что это большой труд, это знание и труд, но это системный подход, поймите, вот если системный подход, тогда да, потому что каждый фактор, это один, два, три процента из лечения, кстати, те, кто уж совсем летает в облаках, те, кто, повторяю за дураками, говорят, что водородная вода, это все глупость, там и так далее, я советую почитать книгу доктора Гарбузова, это доктор, медик, которая называется, она очень скромно, называется книга, ее на водороды лечат, что, как вы думаете, да, рак, конечно, вот, почитаете и поймете, ну, не всем будет просто, там довольно-таки сложно написано, можете мои лекции посмотреть, ведь я рекомендую не только свои лекции, что лучше, то я и рекомендую, просто мои лекции более понятны, сжаты, скрупулезно и щепетильно, и просто при этом описаны, кисломолочные продукты, йогурт, творог, значит так, самые страшные продукты, это не мясо, самые опасные, в плане высокомолекулярных белков, на первом месте сыр, на втором творог, на третьем, значит, молоко цельное, на четвертом мясо, на пятом рыба, на шестом яйце, ну, из яиц имеются в виду белки, желтки, с точки зрения биохимии, можно и даже очень хорошо, но только от кур на свободном выпастье, чтобы там они не кормились на птицефабриках, или фермеры их не кормили комбикормами, в составе которых обязательно есть генномодифицированная соевая мука, или кукуруза, поэтому посмотрите мою лекцию про яйца, вы все будете знать, и поймете как, что и чего, вены, сетка на ногах, варикосы, прочее, понятно, это проблемы печени, а не вен, две мои лекции смотрите, называется первая, печень, желчные пузыри, поджелудочная железа, а вторая, кровеносная и кровотворная системы, это, кстати, две разных системы, вот, посмотрите, а, кстати, есть еще у меня видео, лимфатическая система, да, это очень важно, кстати, знаете, после этой лекции, почему-то люди в возрасте 65, 75, 80 лет, которые просто плевали на своих детей, которые пытались для них донести что-то, и дети уже крест поставили, бесполезно, после просмотра, что-то массово, вот это прям видео так воздействует, вот на таких людей, они прям вот говорят, все, я все поняла или понял, и прямо, прямо вот многие мне об этом говорили, так, озонированная вода, можно ли пить? Нет, ее нельзя пить, ее надо, чтобы озон вышел, озон, это все-таки очень страшный окислитель, то есть свободный радикал, по-другому, почему он и убивает вирусы, грибки и бактерии, абсолютно, в отличие от ультрафиолетовой стерилизации, да, вот, поэтому пить ее нельзя, а вот водородная вода с отрицательным ОВП, то есть свободными электронами, это вообще другая тема, это вот лучше посмотрите мое видео, где я с коллегой сидим, мы приборами измеряем, объясняем эти основные параметры, видео называется про прибор Аквапен, мое видео, посмотрите и поймете, а я вот правильно, Оксана, по-английски вот написано, Ник, еще пару лекций, прощай шашлыки, да вы поймите, вы, вообще, вот давайте еще более глубокий вопрос, я вам так скажу, вот почему я когда-то, много лет назад, когда я еще не был веганом, перестал пить кофе, я когда-то понял, уловил себя на мысли объективной, да, что мне почему-то хочется вторую чашку, а потом третью, я себе сказал, я что, слезняк, я что, тряпка поганая, я что, или человек, то есть, который не позволит какой-то привычке взять нас с собой вверх, и я сказал, никогда с этой секунды в моей жизни, в моем организме не будет кофе, и разумеется, нет, хотел ли я после этого, нет, конечно, потому что я очень сильный человек, и для меня понимание, осознание, есть уже изменение, я советую вам быть сильными людьми, и не жить ради еды, однозначно, однозначно, мясо, это путь к онкологии, любой человек, кто есть мясо, умирает от рака, любой гарантия, там вариантов нет, просто вопрос в другом, человек может раньше просто умереть от инсульта, инфаркта, он просто не доживет до онкологии, а так, Федор Григорьевич Угло, великий русский хирург, я имел честь его лично знать, он умер в 100, почти в 104 года, умер от рака, просто я знаю, даже препараты в свое время доставал, там и так далее, вот поэтому, и скажу вам так, что, почему он долго прожил, на то есть свои причины, например, никогда в жизни не употреблял алкоголь, не курил, естественно, вел очень жесткий распорядок жизни, он ел мало, он выходил из стола, его мать еще приучила, с чувством небольшого голода, мог бы еще столько же съесть, это большие плюсы, это как раз низкокалорийное питание, по сути, он в точку попал, другие нюансы, а есть минусы, которые отнимали у него годы жизни, ну и мясо, так сказать, если у человека сильное сердце, там выдержит, он умрет от рака, безусловно, тут вариантов просто нет, кофе разрушает мозг правильно, а нет, давайте так, друзья, тут дело вообще не в том, во-первых, посмотрите мое видео кофе, у меня, видите, почти на все случаи жизни есть видео, и причем, вот, чем я, вот, как говорит, горжусь своими видео, тем, что я, как правило, разбираю так тему, чтобы, я лентяй, и я не хочу возвращаться к ней несколько раз, и также я помогаю тем самым людям, чтобы они никогда больше теми, к этой теме не возвращались, поэтому посмотрите мою лекцию кофе, но я там не говорил об одной мелочи, а мелочь это такая, при жарке какао-бобов, как и зерен кофе, образуется такая прелесть, как акриламид, акриламид это мутаген, он, разумеется, вызывает онкологию тоже, грипп, что там лисичка сейчас, блокирует репликацию вируса гепатита С, нет, там не так, посмотрите мое видео, лечение гепатита А, В, С, Д, не так, он гепатопротекторное тоже средство, но там важнее трутовик лиственничный, ну и лисичка тоже нужна, разумеется, мед при онкологии категорически нельзя, у меня есть уникальный, несколько видов дикого меда, бортевого, его реально почти нигде не достать, мы его продаем очень хорошо, но я вам не рекомендую, то есть я его продаю, заинтересован как бизнесмен, она как человек честный, скажу категорически нельзя, да вы что, от чего умрет веган, от чего угодно, даже от онкологии может умереть, дорогие друзья, на еще раз, на современного человека воздействует гигантское количество факторов, просто у вегана, опять-таки, смотря какой, что он ест веган, тоже может изнасиловать свой организм быстро, да, поэтому тут надо же с умом подходить, я и говорю, смотрите мои лекции, вы поймете, то есть это не гарантированно от рака, ну меньше шансов, да, гораздо, можно ли солить пищу, смотрите мое видео, как солить, там по-моему, в 10 раз меньше, при том же вкусе, то есть вкус будет тот же, а хитрость я подсказываю, подсказочку, как это сделать, соли много не надо, так как же, что лечить, ЖД, анемию, гипотериоз, ну вы все смешали, гипотериоз, это отдельная тема, анемия, антипаразитарка в начале, потом, просто, так сказать, как правило, в этом проблема, кроме редких заболеваний, ну, у меня есть видео, я же говорю про кровеносную систему, вы посмотрите, подагра, это исключительно, ее же и называли, болезнь богатых, почему, это накопление уратов, натрия, это поедание мяса, все, других причин подагры не существует вообще, то есть ее просто нет, только одна, болезнь богатых, мясо, ну а что вы хотели, от мяса очень много бед, не только же онкологии, подагра, прямо классика, никакого мяса, вы что, какое вы мясо, вы можете поймать антилопу, прыгнуть, разорвать ее прям клыками своими, у вас их правда нет, и ручонками этими, ноготенками, нет, конечно, у вас ноготенки сразу оборвутся, ну и не надо извращать законы природы, ревматоидный артрит, это вот, это аутоиммунные заболевания, я уже объяснил общий принцип, а отдельно, я читаю, то есть консультирую отдельно, это целые 40 минут, на это надо таким темпом, как я сейчас говорю, потратить, сыры ли сейчас, а так только сыры, и можно, а какие же еще, нет, если вы хотите для вкуса, можете жарить, а если для пользы, то только сыры, закисление организма, это, конечно, не полезно, окисление, это, смотрите, так, у нас все среды организма, все среды находятся в норме реакции, нормы реакции, в биологии, в биохимии, это такое понятие, это пределы, в которых существует признак определенный, и, например, PH крови, спинномозговой жидкости, лимфы, слюны, всегда щелочная, всегда щелочная, и это норма, константа, ну, и вот теперь ответите на себя на вопрос, вы закислять полезно или нет, вы приведете болотом, в пример, а я вам приведу лапо, в пример, изучите лапо, ну, сильное желание быть онкологом, это очень сильное направление в медицине сейчас, у меня очень много знакомых, вот врачи-онкологов, они фунготерапевты ушли, потому что люди честные и порядочные, кто не просто как доход свою профессию, так сказать, понимает, а хочет развиваться, помогать людям, они понимают, что без этого бессмысленно, то есть практически бессмысленно, за редчайшим исключением, реально лечить онкобольных, сыр-творог, безусловно, провоцирует онкогенный фактор, но высокомолекулярный белок, козин, которого практически нет у человека, фермента ренина, который необходим, помимо там фермента пепсина желудка, так сказать, фермента, так сказать, трепсина, который вырабатывает поджелудочная железа, необходим еще фермент ренин, который вырабатывают желудки телят или козлят, когда мать начинает, ну, рожает, и вот первое молозиво пошло, все происходит, вот эта цепная реакция, и вырабатывается этот фермент, который расщепляет молочный белок козин, а у человека такой возможности нет, у него это делают бациллы, которые в материнском молоке присутствуют. Но когда мать прекратила естественным путем кормления своего детеныша, ну, грудничка грудью, если мы про детей говорим человеческих, все, законы природы дальше извращать не надо, любое животное после кормления грудного периода на что переходит? На видовой тип питания, не так ли? И в природе исключений нет, наверное, не просто так, и, наверное, природа мудрее нас с вами, и не надо за нее додумывать, домысливать или считать себя умнее природы, все, это, кстати, самое главное доказательство, все остальные научные вещи, которые я говорю, или там профессор Кэмпбелл, или там Вальтер Вайс, или неважно, да, это все вообще значения не имеет. Почему? Потому что вы видите, как устроена природа, так она предусмотрела. Итак, кормление грудью молоком своим, своего детеныша, это норма, это жизненно необходимо, а потом человек, или там детеныш, или козленых зайчонок переходит только на видовое питание, коим будут питаться всю жизнь. Это есть истина, это есть законы природы, все. А белок и зин – это столярный клей. В старину его еще недавно, в 20-х, 30-х, даже 50-х годах. Это прекрасный столярный клей. У меня есть книги по строительству, которым больше 100 лет, так вот там написаны, например, рецепты, как делались вот эти в дворянских усадьбах, побелка дверей, там потолков. Это алебастер, гашеный известь. Столько-то пудов творога, столько-то молока, все это смешивается, и даже есть составы, которые балки не горели, не горючие. То есть, применяю молоко как козин, как вот этот клей. На каком я? Ну, на сыроедении, конечно, на каком же я питании. Чтобы не спрашивали, как долго, уже лет 10 где-то. Масло лучше всего льняное. Там больше всего… Там правильное соотношение омега-3 к омега-6 и 9. Но все равно там только АЛК, там ДГК и ПК нет жирных кислот. А кедровое масло тоже можно побаловаться. Лучше всего органовое, потом, ну, дорогое, потом, оно у нас, сказать, тоже есть, потом льняное, безусловно, холодного отжима, кунжутное. То есть, на юге всегда в старину вот это, южной республики, там кунжутное, а на Руси льняное было всегда масло, льняное, никакое не подсолнечное. На Руси вообще подсолнечного масла не было, вы о чем говорите. От чего? Первично нужно от паразитов, нет, а потом от кандиды. То сначала антипаразитарная программа, она всего один месяц идет, поймите, это ерунда. От паразитов легко избавиться. А вот на самом деле от паразитов легко избавиться, если программа системная и комплексная. Вот этот антипаразитарный набор, который я рекомендую. А вот что касается грибков, это сложно. И это занимает большой промежуток времени, и все зависит от тех факторов, которые вы учитываете. Полгода как минимум. Можно фасоль замоить, нельзя, ну, можно, но я не рекомендую, потому что фасоль, в ней очень много лектина, высокомолекулярных белков, которые вызывают воспаление. Мед и сладкие фрукты категорически нельзя. Это белки и углеводы быстрые, несовместимы, потому что белки проходят быстрее, перетаскивают, если грубо говорить, неграмотно, перетаскивают за собой из желудка, в следующий отдел ЖКТ в 12-перстную кишку, первый отдел тонкого кишечника, перетаскивают непереваренные белки. А там уже, извините, не кислая среда, как в желудке, а щелочная. И поэтому там даже фермент трепсин в полной мере не справится с перевариванием белков. Поэтому категорически, например, пасты эти проклятые, урбичи не ешьте. Если вы хотите себя убивать, ешьте. Не хотите урбичи вкусные и сладкие, не ешьте, потому что там орехи, семена и какая-то сладость. Сладость – это быстрый углевод. Орехи, семена – это в том числе белки. Категория орехи сухой запаривать нет. При термообработке 35, еще раз повторю, 38 градусов. Все фитонциды, ну, по крайней мере, полисахариды грибные разрушаются. Природа нам так говорит, не варьте, не жарьте. Орехи советую какие? Пекан, грецкие. Значит, помните, дорогие друзья, хороший вопрос, кстати. Арахис и кишью – это орехи. Я их, кстати, тоже продаю. Экологически чистые. Нет, это не орехи. Это бобы. Не хотите себя убивать, не ешьте их. Если уж хотите, то экологически чистые можете у нас купить. А лучше не надо. Лучше их не ешьте вовсе. А какие еще орехи? Кедровые можно. Ну, в Сибири понятно. Фундук – очень полезный медвежий орех. Это такое дерево. Они у меня тоже есть. Вот растут. У меня вообще огромная коллекция растений. Это циквоид, угласий, катальпы, бундук и сотни видов растений. Мы леса вообще сажаем. То есть заповедник частный создаю. Такое дело, большое делаю и моя команда. Это такой огромный ствол, 30 метров. И наверху маленькие, такие как фундук, только меньшего размера, целебные орешки. Называется медвежий орех. Это очень полезно. Палеодиет – это страшная глупость. Она основана на том заблуждении, что человек был, наши предки были неандертальцами. Ну, они в больных фантазиях, все эти товарищи, конечно, могут верить во что угодно. Что это был и там бумажный человечек, и пряничный домик и так далее. Но никакого отношения к неандертальцам люди, человек хомо сапиенс, не имеет вообще. То есть это тупиковая ветвь, если хотите, не эволюция, а деградация. И если вы, конечно, не свято верите в ту эволюцию, которую вам изложили в учебнике, и Сан Дарвин говорил, что если там такие-то, такие-то моменты не сойдутся, что я распишусь в своей неправоте и оставляю, как честный человек и ученый, шанс на то, что я не прав, так вот его как за религию взяли, вместо религии подменили и на основе этого притянули за уши все. Например, что мамонтов забивали. И когда такой кто-то, дурак какой-то говорит, вы скажите, а то, что, например, вот вы, допустим, у вас собаки, вы живете в загородном, вы хороните любимых своих собак, и когда-то найдут могильник, вы там могилка рядом, собаки, вы, значит, что, ели собаку? Ну, они, нам ученые, эти дураки, говорят именно это. Так вот, слоны были всегда мамонты, как и сейчас слоны, например, где-то в Шри-Ланка, Шри-Лан-Индии, домашними животными, тотемными, если хотите, животными, животными, которые помогают в домашнем хозяйстве. Так и мамонты с людьми жили и рядом, не потому что они их ели люди. Попробуйте убить, 6-7 сантиметров кожи. Булыжник нам показывают картинки в учебниках, дебилы эти, для дебилов. Это из нас делают дебилов, чтобы камень, ну, 10 Иванов Поддубных не поднимут такой камень, чтобы он убил мамонта. А яму выкопать в каменистом грунте северного полушария в тех последниковых пространствах, каменных степей и так далее, ну, в общем, экскаватор не любой возьмет, хитачи только гусеничный, мощный. В общем, давайте про это вот глупость больше не говорить, про всяких там суставов, это моя лекция артрита, артроза, смотрите. И плюс вот такие-то питания, плюс синдром дырявого кишечника, Д3, обязательно сныть траву, либо в сухом виде молекулярной сушки ешьте, либо сейчас вот свежий идет салат, добавляйте, замораживать, можно лучше сушить на зиму. У нас можете купить, есть сныть, крапива, брокколи, шпинат, 4 главных зеленых травы, зелени, которые самые полезные, как добавка в пищу. Рак простат, четвертая стадия, каждый день на ночь свечи, веселка, 30 штучек свечек на ночь, значит, пойдет. Плюс веселка, шитаки, рейши, как в лекции, общий принцип лечения онкологии смотрите, плюс учитывайте те мои лекции, что я сегодня говорил. Вам жизненно важно не терять время, а смотреть те мои лекции, которые я сегодня говорил и конспектировать. Не смотреть, как приятное чтиво, а конспектировать. Поверьте, это проверено тысячами людей. Многие жалели, что они не конспектировали мои лекции. Про соду я скажу то, что я рассказал в своей лекции сода. Посмотрите, и вы будете все об этом знать абсолютно. И вы закроете на всю жизнь для себя вопрос соды. И никогда ни у кого не будете спрашивать, а вот кто-то это говорит, а кто-то вообще не имеет значения, кто что говорит. И то, что я говорю, не имеет значения. Не важно то, какую информацию аргументированную я там про соду доношу и объясняю. Вот это важно. Кстати, у кого гипертония, правильно говорить, артериальная гипертензия, смотрите мою лекцию. Гипертония часть вторая, а потом только часть первая. Это очень важно именно в такой последовательности. При ревматойном артрите мед-то можно, конечно можно. Но я бы советовал все-таки под нажатием на кето-диету хотя бы месяца на три перейти на правильную. При том, что вы учтете другие факторы, обязательно грибная терапия противовоспалительная. Поймите, вот этот маркерный курс веселка, шитаки, рейши, например, и свечи рейши, веселка, маркерный первые три месяца. Это противораковая, противоопухолевая, противогрибковая терапия. Канди, дастпергей, люсбатритис, с этим все борется как раз вот этот набор. Плюс это противовоспалительная терапия. Поэтому ревматойный артрит воспалительные процессы, а значит еще и лектины уберите из пищи. А липомы у меня есть такой мининф-продукт про липомы у меня в блоге, юфролов.блог, там это вообще элементарно. Урбич страшно вреден. Я же еще раз говорил, урбич, арахисовая паста, это белки с быстрыми углеводами. А еще знаете, какая там вред, какой еще есть? Вот смотрите, когда жиры, а это же в ступах, ну в мельницах, в блендерах, там неважно, размалывается, правда? Орех имеет много жира. Жиры при окислении на кислороде, это происходит в 9-10 раз быстрее, чем в водной среде, например. И образуются такие соединения, которые называются гидропероксид липида. Посмотрите, что такое гидропероксид липиды. Это тяжелые мутагены, они вызывают онкологию. Ну просто ни один фактор это не вызовет, но группа факторов, да, может, не рекомендую. Поэтому жиры должны быть не окислены. Из насыщенных жиров, из растительных, самый лучший, это кокосовое масло, только органическое био, настоящее. Вот у меня знакомые мои близкие друзья, они полгода в Таиланде прожили и берут с той фирмы, заключили договор, который один из учредителей, это покойный ныне, 86 лет, сколько ему там было, король Таиланда, который являлся перфекционистом страшным, и у него сертификация его личная выше была, чем биоорганик немецкая, европейская. Вот, это единственное самого высшего, у меня даже видео есть, кстати, про продукцию кокоса, кокосового масла и так далее. А из растительных других это льняное, ну, я уже говорил, зачем повторять, авокадо обязательно, безусловно, салаты, орехи, которые я перечислил, тоже можно. Сопли кашля и рвио, моя лекция о дыхательной системе. Нос, натуральный, у нас есть на основе прополиса, например, такие с травами определенные капли и спреи для носа, это просто внешне. Но помните, все через внутрь надо лечить, все изнутри, через кровь. Как набрать вес, смотрите мое видео, как набрать мышечную массу. И обязательно, почему мы не можем питаться только плодами. Очень важная лекция, почему мы не можем в наши дни питаться только плодами, несмотря на то, что мы являемся плодоядными по типу питания. Но в этой связи еще и синдром дырявого кишечника заодно. Посмотрите, конспектируйте, вы поймете все, у вас как пазлы, в единую картину мира все сойдется. С аутизмом там сложнее, хотя, как правильно Николай в свое время говорил, тот же, например, шизофрения, например, аминный токсикоз головного мозга. Любые проблемы с мозгом, это интоксикация, в том числе продуктами белкового распада головного мозга. Грыжи протрузии там сложнее. Там, еще раз, моя лекция артрита, артрозы, видео про провила, больше сныти, D3 обязательно. Значит, спирулина хлорелла, значит, фукус, конечно, в идеале, потому что там все минералы, какие только на планете есть. Плюс я советую Т8 экстра, смотрите мою лекцию, силы хвои, биокедр. Есть такой препарат из бессмол, очищенный от смолы, шишки дальневосточного кедра. Очень важная вещь. Так, вредны ли клизмы, особенно с кофе? Клизмы не вредны, иногда нужны. Очищение голодания, мою лекцию смотрите. Но с кофе нет смысла никакого. Витилиго – это проблема с печенью. Разумеется, нарушение пигментации смотрите. А у меня есть про витилиго где-то, ну вот в лекции по печени. Про эндометриоз то же самое, что с миомыми кистами. Ватные ноги смотрите, отеки ног у меня, значит, и так далее. Это есть видео. Грибок ногтей, значит, внутрь, то, что я говорил. Если денег не жалко, а тут лучше не жалеть, ну просто, чтобы сразу и точно помогло. Веселка, агарик, только водорастворимые формы, они в капсулах. И шитаки принимаете по одной-два раза в день, то есть по две коробочки на один месяц пойдет. А, значит, свеча, агарик наночеректально через день. А на внешне вот что делаете. Берете перекись водорода из аптеки, обычную, химическую. И где грибок ногтей, прям туда вот льете или ватным вот этим диском, чтобы мокрое было, высыхает. Еще раз намочили перекись, высохла. Берете 50-60% концентрат спиртовой прополиса. И мажете до желтого состояния ватными этими палочками или там диском. Ну вот, высохла, еще раз намазали. Ну, чтобы на работу или куда-то идти, понятно, носки или что там, прилипнет. Ну, ватный диск советую просто возьмете, приложите, раз, так, крепко сожмете, а потом раз, так, он отслоится, будет такая, как корочка. Уже не испачкаете там носки, чулки. Вот, вечером смываете, повторяете процедуру. И так месяц подряд, ну, раньше пройдет. Но вот то, что касается внутри, поймите, что грибок снаружи, это проблема внутри. Тот же у женщин, молочница, это значит, что толстый кишечник, там колония кандид. Прекрасно себя чувствует. Панические атаки, страхи, как правило, при тотальном дефиците витамина D3 и B12. Ликвидируете, пройдет. И магний еще бывает, что дефицит. Три момента. Родинки, как правило, цитомегаловирус. Печень, проверяйте анализы иммуноферментной крови на цитомегаловируса, Пштейнбара и герпес шестого типа. Сдайте анализы. Ну, НРС ночной, паразиты первые. А дальше смотрите мои видео, гриб-дождевик, пройдите курсы грибом-дождевик. Возможно, дальше и не понадобится. Плюс D3, B12, кальций магний. Замоченные на ночь орехи усваиваются лучше отчасти, но в какой-то мере. Можно ли пить перекись? Конечно, нет. Нет, перекись водорода – это окислитель, а водородная вода – это противоположность, антагонист – это восстановитель. Что такое окислитель? Это свободно-радикальное воздействие. Вы спросите, а почему же у неумывакина такая вера, и так у людей все проходило? Вы думаете, что тут есть противоречия? Конечно, их нет. Проходило, потому что перекись водорода – мощнейший окислитель. Как с азоном, я уже отвечал. Перекись убивает, создана, для чего была рана, заливаете рану, инфекции погибнут. Почему? Вирусы, грибки и бактерии погибают, мембраны лопаются, потому что это свободный радикал. Мощнейший. Ну и все. Окислитель. Быстрое, ну не очень долгое применение. Да, поскольку грибки, вирусы, бактерии отчасти могут погибнуть, человеку лучше становится, проходят некоторые болезни. А в долгосрочной перспективе это онкология. А водородная вода – противоположность. Надо жить не одним днем. Излечим мы Пштейнбара. Как и кстати этот. Вот язва, от чего бывает желудка? Хеликобактер. Нобелевская была получена, да? Так вот, можно, конечно, химией лечить. А единственное на планете, ну известное, по крайней мере мне, средство, которое точно лечит хеликобактер – это лавандовое масло. Вот вчера один человек, клиент закалывал 18 флаконов. Там, кстати, написано у меня на сайте, прям под товаром лавандовое масло, как хеликобактер там месяца за два лечит. Покапельно расписано все. Слизь носу и прочее, ну это вот борьба антиген-антитела. Это как раз вот, так сказать, борьба антител, да, с антигенами какими-то, высокомолекулярными белками. Может быть, стафилококк, стриптококк. Может быть, куриная ножка, белки куриные ножки так влияют. Геморрой, господи, так же, как и варикозное расширение вен, проблема с печенью. Вот вы едите, например, молочные продукты, радуетесь, хлеб едите, какие-нибудь вареные крахмалы. Существует два вида клея, которые заклеивают клетки печени гипотоциты. Вставая на развилки, как пример с алкоголем, когда эритроциты склеиваются, о чем Жданов говорит совершенно справедливо, вот то же самое происходит, склеивается развилка кровеносного микрокапилляра, сосуды, питающие гипотоцит клетки печени, основные клетки печени. А два клея какие? Вареные крахмалы. Помните в советское время обойный клей, как варили? Ну вот, пшеничную муку высшего сорта, либо крахмал. Вот вы это и едите с картошкой, рисом, молодцы. Заклеиваете печень, удивляетесь, почему простуду, удивляетесь, почему варикоз, трамбов, лебит, как следствие, и геморрой. Значит, перестаньте есть два вида крахмала. Этот и казеин, молочный белок, хороший столярный клей. И тогда у вас через два года вы не будете способны, только убрав это, заболеть никакими простудными заболеваниями. То есть вы, вот вас обольют холодной водой на улице в минус 40, вы умрете или выживете. Если выживете, не заболеете простудными заболеваниями, гарантированно. Я болел по 8 бронхитов в подростковом периоде за зиму, по 8-9 бронхитов. А теперь я не в состоянии заболеть простудными заболеваниями вообще. И это вполне естественно. Мигрень, причин несколько. Одна из них, это пережатый, вот этот первый позвонок, который крепит основание черепа к позвоночнику, атлант называется. Вот он пережат, при родовых травмах часто добывают еремные вены. В общем, пережатие сосудов, питающих головной мозг, оттуда первая причина. Вторая, дефицит D3. Да не надо облепиховое масло натощак, смысл какой в этом. Куркуму постоянно не надо. Лучше не куркуму, куркумин, порошок сушеный, а... Ну, это тоже можно. Но более эффективно это сок корневища куркумы. У меня есть, если хотите, тоже, если уже захотите брать наши продукты, товары, тоже. Есть экстракт вот этого сока корневища куркумы. Он хороший иммунопротектор, да. Ну, какая разница, левая или правая нога варикоз? Я же говорю, варикоз геморроя причина одна. Целиакия, смотрите синдром дырявого кишечника, смотрите дисбактериоза, почему мы не можем питаться только плодами. И уберите химию из окружения ребенка. И вот другое все то. А, ну и плюс обязательно бактерии ИВИТа. Вот все, у кого дисбактериоз, синдром дырявого кишечника. Ну, я там рассказываю про это. Это лекция синдром дырявого кишечника. Значит так, есть такие бактерии ИВИТа. Создавали их еще институт целый, построили, по-моему, в 70-х. Сейчас есть одна женщина, ученая, которая не позволила погибнуть в 90-х этой технологии. Сейчас на российский рынок в аптеках вошли мерзавцы, которые... Она, когда про это мы с ней говорим, она ее прямо аж рвет на куски вполне по понятным причинам. Она-то знает эту ситуацию изнутри. Какие нечестные люди вошли пороча вообще по сути пробиотики. И они, конечно же, не работают. А вот ИВИТа бактерии, это 4 группы перпионовых бактерий, они что делают? Они подавляют кишечную патогенную микрофлору. Они даже к кандиду отчасти сдвигаются в своей экологической ниши. И они позволяют лучше перерабатываться пищей, постепенно заселяя и уже размножаться сами в организме могут. Там два пути. Либо сквашивать молоко, но я не советую это делать. Мы с ней вот в этом плане, в отзглядах, так сказать, порознь. Но кисломолочный менее вредный, чем молоко цельное, потому что там белок козин отчасти переварен. Понимаете, чем? Только поэтому. А я советую флакончик брать, размешивать с водой, выпивать. Ну, до еды минут за 40-50, за час или после еды минут там через 20-30. И флакончик в день 30 дней подряд, если острый дисбактериоз и другие состояния, как у ребенка, вот женщина писала. А месяца через два закрепить по 10 дней цикл. Так вот 10 пить, 10 перерыв, 10 пить, 10 перерыв. Три цикла. Тоже 30 флакончиков. Три коробочки. У нас это есть. Зайдете на сайт наш, надгар.ру, и, так сказать, там находите лупа такая, поисковик. Э-Вита или бактерия Вита. Сразу находите. Читаете информацию, как принимать. Там в табличке прямоугольной под бактерией Вита написано. Почему Витом? А я прямо вот у нее не буду называть, просто это не совсем корректно. Я говорю, вот как Витом? Создавался этот препарат, как бактерия. Сенная палочка, по сути, одна из морф разновидностей для крупного рогатого скота, чтобы сено лучше переваривалось. То есть, там, силус и так далее. Поэтому, значит, это все-таки другие группы бактерий. Рис любой нельзя. Ну, желательно любой. Ну, дикий рис. Лектины там есть. Ну, я не рекомендую. Ну, это совершенно ненужная пища. Кладь в знания. Ну, благодарю, потому что я никогда в жизни не употреблял алкоголь. И, как следствие, у меня мозг принципиально по-другому работает. Не так, как у тех людей, кто пил хоть каплю алкоголя в жизни. Это будут совершенно принципиальные иные возможности мозга. По-любому, кто употреблял алкоголь в течение жизни. Не пилка, бухалка, колкаша, а именно кто вообще на праздник, на Новый год. Это очень серьезная тема изучена. И я ее знаю, я поясню. Хлеб. Смотрите мое видео. Хлеб. Там про бездрожьевой, про пророщенный, про все-все-все. Все за и против. Все за и против. Оттока желчи. Но если нет у вас дискинезии желчеводящих путей, а это исправляет только висцеральный массажист, то чеснок ешьте. Это самое сильное желчегонное на планете средство. Самое сильное. То есть жир, который провоцирует отделение желчи. Например, авокадо в салат или льняное масло в салат. И чеснок. Метеоризм. Повторяю то, что говорил про синдром дырявого кишечника и прочее. С чего начать? Ну, это все зависит от того, какой у вас букет. Лучше начать с антипаразитарной программы. Два раза в год любому человеку надо проходить антипаразитарную программу. Два раза. И посмотрите мою лекцию. По паразитам. Есть такая четырехчасовая длинная лекция. По-моему, от 13 какого-то мая 2013 года. Значит, там я досконально поясняю, закрывая этот вопрос. Я поясняю основные виды паразитов. Как они передаются от промежуточных хозяев к человеку. Какие конечные, какие нет. Как размножаются. И как в организме человека. Как человек не соблюдает правила гигиены. Как надо соблюдать и так далее. Все вот там. Сроение всем подходит в средней полосе. Смотрите мое видео. Уже сегодня говорил. Память плохая. Б12 надо. Смотрите мое видео. Значит, сроение в Сибири. Дальше. Дочери киста. Келпила гормона. Категорический маркерный курс. А потом следующие 3 месяца веселка, шитаки уже мейтаки. А свечи, мейтаки, веселка. Чередовать на ночь. Как я рассказывал про веселку и шитаки. Свечи в лекции общие принципы лечения онкологии. Либо во второй моей лекции. Которая называется грит-веселка. Лемблиоз. Антипаразитарную программу проходите. Она как раз бьет протозоидных. В том числе лямблей. Вот без этого никак. Вот как раз вот это вот. Начинаете с анти... Почему я и говорю... А знаете, как лямблей подцепить? Вот в колодце попьете воду, а там, например, выше плюс 6 градусов вода. Ну почти точно подцепите. Вопрос. Много выпейте за раз? Скорее всего лямблей приживутся. Мало. Соляная кислота их сгубит. А знаете, для чего некоторые дурачки... Я уж извините, так буду говорить. Я просто... Для меня это больной вопрос. Поймите. Я каждый день с дурью человеческой общаюсь. Поэтому так реагирую. Значит так. Некоторые по глупости невежеству своему говорят так. И по желанию оправдать любимую котлету на своем столе. Или сосиску, как я говорю. Кстати, у меня есть лекции, которые мозги вправляют. Называется рубрика «Сосиска в голове». То есть, когда убежденность, зацикленность, есть любимые сосиски. Под ними я имею в виду все, что является неадекватным, вкусным, так жаждущим людей, кто любит пожирать. Значит, очистить печень. Первое. Антипаразитарка. Но у меня есть такая лекция. Лечение гепатита АБЦД. Вот это как раз и по печени применяйте. Просто тупо берите. И 4 месяца, как там расписано, так и делайте. А почему-то родниковая... Бывает родниковая вода с тяжелыми металлами. Бывает родниковая вода страшно насыщена карбонатом кальция. И она вредна. То есть, родниковая это вообще ни о чем еще не говорит. Надо исследовать, сделать анализы этой воды. Газированная вода, в ней нет смысла. Она, как правило... Но углекислый газ есть плюс в этом. Да, в этом есть плюс. Сосуды расширяются, при том, когда норма в крови углекислого газа достигает 6-6,5% от общего объема газа в крови. Тогда сосуды деспазмируют, расширяют и ослабевают вот эти спазмированные мышцы, сдавливающие сосуды. Оттого сразу автоматически снижается давление. Академик Ланг, около 100 лет назад, это выдающийся ученый, основоположник учения об артериальной гипертензии. Все врачи, никто по сравнению с ним, с академиком Лангом, который являлся основоположником этого учения. Так вот, он говорил тогда, что седативные препараты расширяют сосуды и снижают автоматически моментально давление. А чем сейчас лечат? Гипотензивными. Убийцы, врачи, невежды и убийцы. С 91-го года директива такая поступила. Я про это подробно рассказываю в своей лекции «Гипертония. Часть 2». Поэтому газированная вода, в ней нет смысла. Знаете, почему на источниках людям легче становилось? Вот ехали на источники Минводы, а вода-то очень вредная, там жесткая, да? А потому что люди в первый раз в своей жизни, может быть, воду стали пить. Они пили кофе, кисель, компот. А кисель, компот, морс, чай, кофе – это не вода, это не раствор. Только раствор может растворить в полной мере то или иное вещество и вывести его из организма, либо донести до клеток организма. А раствор отличается от растворителя, то есть от растворителя, извините. А раствор – это то, что если между молекулами воды уже что-то растворено, уже, это раствор. А раствор не будет универсальным растворителем. Поэтому вот так. А легче становилось, потому что впервые человек, во-первых, стал пить воду. Во-первых, она щелочная, как ни крутя, это уже хорошо. То есть происходит раскисление организма, то есть защелачивание, что уже хорошо, кровь становится. У меня есть такое видео «Кровь густая, вязкая, жирная». Посмотрите. Вот как раз, вот так, что противоречия здесь нет. Вообще, я поражаюсь, как люди. А знаете, что самое главное? Учите науку логика. Потому что тогда вы сможете мыслить беспристрастно. Я, например, мне все равно, что я ем и так далее. Ну, то есть не все равно я ем по выбору свободному и обоснованному своему. А желание, мне до своих желаний давно уже наплевать. Я давно перерос. То есть я считаю, это низкое достоинство человека, иметь какие-то желания, которые делают человека слабым. Миома, эндометриоз, больше не пишите. Уже пишите я на Иванова третий раз. Все смотрите про мои. Во-первых, есть инфопродукт про миому. Там есть отдельное лечение травами. Это такой мини-инфопродукт. У меня в блоге есть раздел «Инфопродукты». Мышкой наводите. Появляются мини-инфопродукты. Инфо от мини-инфопродукты под раздел. И там есть миома. Найдете. А эндометриоз, я еще раз говорю, в любом случае грибные препараты, вот эти вот, курс маркерный, применяйте. Который описан подробно в лекции «Общие принципы лечения онкологии». Йодофильные бактерии. Йод – это фокус. А если еда, кстати, в кедровых орешках тоже есть немножко йода. Фейхуа там больше всего по сезону. Грецкие орехи тоже есть немного йода. Ну, есть. А бактерии заселятся сами. Создайте для них условия нормальные. Очистите организм. Пройдите антипроцитарку, потом голодание, если нет болезни серьезных. А онкологии у кого нельзя голодать, там по-другому. Онлайн-консультация, конечно, онлайн, по скайпу, а как же еще. Красные родинки, гемангиомы, проблемы с печенью, значит. Кисты, как лечить? Еще раз. И мой мини-инфопродукт есть такой, называется кисты. Это первое, что по травам, а по грибным препаратам маркерный курс первые три месяца. А потом, ну, в идеале консультация, я подробно описываю в лекции «Общий принцип лечения онкологии». Посмотрите. Ну, остеопоросы, никаких молочных продуктов, Д3 категорически обязательно, и больше зелени, вода водородная желательно, естественно. Почему при онкологии нельзя голодать? Не, один день, конечно, можно, и два, об этом речи нет, но имеется вот долгое голодание, потому что организм не должен испытывать дефицитных состоятельных в питательных веществах. Гемангиома печени, я и говорю, вот эти красные точечки маленькие, кругленькие, как просо. Йод принимать правильно, специально и не нужно. Да, йод – это не витамин, это микроэлемент. Дефицит у многих есть, поэтому фуку съешьте, он и не будет. А заодно получите десятки других микроэлементов. Клещи какие? Энцефалитные, бролезные, да, опасные, либо энцефалит, либо бролез. У меня есть как лечение бролеза, а энцефалит – вещь серьезная, нельзя допускать в идеале. Хотя вот меня укусил клещ, я в Карелию как-то с женой ездил. Раз так, я его в пробирку с собой, у меня был там, потом отдали его, приехали, хорошо возвращались. Ну, бролез там был, а через 12 дней анализ, потому что как бы развивается, у меня не обнаружила. Моя иммунная система убила бролез. Баррелия – это бактерия, а вирус энцефалита, конечно, это вещь серьезная. Не, ну и бролез, бролез, которые не лечат, он потом разрушает костную ткань. Если почки еще живы, могут восстанавливаться. Чем кормить детей? Есть у меня такое на канале видео, не мое, с Арксяна доктора, вот посмотрите. Ну, а остальное, все, что я говорю, уже если это с трех лет, там проще. А до трех лет грудное питание и прикорм потом. Ну, прикорм какой? Там морковный сок пополам разведенный, конопляный, молочко там. И вводите какие-то, так сказать, на пару, если хотите уж на сыроедение ребенка не держать, то там это тот же брокколи, прочие овощи, морковки на пару. Ну, и белков, чтобы не было дефицит. Смотрите, просто там тот же конопляный протеин идеальный. Или ядрышки очищенной конопли. Идя, вкуснейшая вещь, ребенок будет в восторге. Безумно, там почти все есть. Ну, почти все. То есть, вот грубо говоря, у нас, кстати, тоже есть они в продаже, именно очищенные ядрышки конопли. Можно помочь при аденоме паращитовидной железы. Ну, консультация нужна, потому что там пояснять многое надо. Коронавирус, у меня видео 5 про коронавирус есть. Он есть. Их много модификаций. Они были десятилетиями и столетиями. Лет 40, как их классифицировали. COVID-19 одна из морф. Ну, более такая сильная, скорее всего, создана в швейцарской лаборатории. Может, в США. Потому что там есть гены к человеку, определяются. То есть, я уверен, что это искусственная природа. Эпидемия, скорее всего, будет повторной. Это искусственно устраивается для того, чтобы потом изменить политический строй и пропихнуть, скорее всего, вакцинацию. Но не будем об этом. Признаки. Да, нарушение работы кишечной микрофлоры, когда развод на языке. Совершенно верно. Антипразитарку Д-ЮРа при беременности нельзя. А де-факто некоторые применяли. Потому что исследований на, как вы понимаете, потому что это не медицинский препарат по сертификации, потому что это безумно дорого, долго и сложно, то на беременных и детях до 3 лет, до 6 лет не проводились. Боррелиозик, как у меня есть мини-инфопродукты. Долгая история. Как вы относитесь к вакцинации? Очень плохо, но не к любой. Вакцинация советская, та, что была, когда действительно вопрос стоял о жизни и смерти, извините, черной оспы и прочее, я отношусь очень положительно. А к бездумной вакцинации, когда с рождения сразу 5-6 малых болезней прививают, очень плохо. В этом смысле смотрите лекции Червонской иммунолога-врача про эту тему. Про вакцинацию. Я категорически против, мои дети не вакцинированы. Старшей, сколько уже дочери, 18 лет. Ну и что, она ничем не болела никогда. Ну да, может пару раз простуда была, за 2 дня проходила и всё. Фиброаденома в груди. Может просто рассосаться. Лотерея у одного из 100, у кого есть, да, а у 99 нет. Поэтому делайте, что я говорю, вот рекомендую. Плюс крем, весёлка, грудь. Два раза в день, лучше 3, с двойным подходом. Намазали, высохло, намазали и вот так 3 раза в день. Плюс, значит, весёлка, штаке, рейше, что я говорил, первые 2 месяца, а потом вместо рейше иметь таки 3 месяца подряд. Но год. Доброкачественная опухоль очень долго лечится. Год до полутора. Подагра говорил уже про булимию, но это вот на то причинах несколько. И может быть, главное из них – это наличие паразита в организме. А, кстати, на кето-диету после антипристарки перейдёте, и не будете хотеть есть уже, всё, пройдут эти проблемы. Шумы в ушах. Тут несколько причин. Про сосуду пережатый уже говорил. Смещение атланта. Плюс, может быть, при дефиците D3 такая реакция очень часто. При беременности можно обычные те чистки, которые я рассказываю подробно, досконально, в своей лекции очищения голодания, однодневные вот эти вот. Мумиё – штука хорошая, только натуральная, это большая проблема. Да и потом, ну, да фукус достаточно. Зачем мумиё? Проще и сразу 10 проблем. Болезнь крона – это тоже аутоиммунное заболевание. Опять-таки, вот так, Иван-чай даёт отчасти, но у меня есть несколько видео про Иван-чай там. Ну, я считаю, что хорошая штука, но я его не пью. Я просто лентяй, жене лень, поэтому я воду пью и всё. Ну, гости приезжают, травы запариваем, Иван-чай тот же хороший. У нас есть три вида. Что такое фукус? Это такие из Белого моря водоросли бурые, но только не фукусы, как сушёный материал. Это бессмысленно есть, вы ничего из них не получите, а именно у меня есть две лекции про фукус. Категорически посмотрите. То есть нужна нативная форма. То есть та самая, которую пытались учёные всего мира лет 40 создавать. Один человек только, наш российский учёный, мой коллега там создал один. И именно это такая вакуумная СО2-экстракция. В общем, суть в том, что усвоение там близко к 95%. А если вы просто сушёный фукус или какой-нибудь измельчённый, или просто сырой, то это там 3% от силы и то, у кого хорошо кишечник работает. Поэтому это простой способ получить все абсолютно микроэлементы и макроэлементы из пищи, включая йод, селенный, чего хотите. Но проблема в том, что это только вот этот гелеобразный фукус. И так, как его потреблять, что, чего и так далее. Во-первых, в моей лекции, во-первых, лес и почва, о которой я говорил. Во-вторых, дисбактериоз. И в-третьих, две лекции конкретно о фукусе у меня на канале в Ютубе увидите. Ну вот, 18 лет у юноши уже аденома гипофиза. Сейчас более того, сдайте МРТ. И у каждого третьего, ну ладно, пятого, будет киста в той части висковой области, не буду показывать, височной области, где вы держите телефон. Ну, то есть левша или правша, сотовый телефон. Если сдуру, вы его прижимаете к виску. У каждого пятого. Болезни молодеют. Я же говорю, факторов много на то. Понимаете, какая штука. Саркоидоз, это всё смотрите про общий принцип лечения онкологии. Там принципы те же. Вы весь июль смотрели ваши лекции. Ну, правильно. Некоторые люди, я знаю, по 8-10 часов каждый день смотрят полгода. Но есть подсказки. Я сегодня дал огромные подсказки. Всего лишь на лекции 15 перечислил. Это вы сможете за пару-тройку дней. Если сильно так сядете, пересматривайте. Только пишите. Вот если вы ленивый человек, бережёте своё время. Конспект делайте. Да, дольше сначала уйдёт время. Но зато раз на всю жизнь. Это мой совет. Сухой. Скрежет зубами. Во время сна вам дают 100% гарантию. Могу на миллион рублей поспорить. Что у ребёнка вашего, разумеется, есть острицы. Такие паразиты относятся к отряду круглых червей. Вот. И поэтому всё зависит от 3 года. Но это только можно лисичку. Если ребёнку 3 года, половинку содержимого одной капсулы порошка полисахарида, хиномоноза, препарата гриба, лисичка. Разводите в небольшом количестве водички, столовой ложечкой комнатной температуры, либо чуть-чуть выше. Сладенький вкус полисахарид по тому. И ребёнок спокойно выпьет. И 3 раза в день по 1-2 капсулы 3 раза в день на протяжении месяца. Можно ещё укропную воду давать пить. Но не более того. Всё-таки 3 года. А 7 лет уже. А не имея всю антипаразитарную программу, лёгкую, на ночь капсулу тротовика, если проглатывать, ребёнок уже 7 лет умеет. А так по одной капсуле 3 раза в день порошок, или капсулу, если будет проглатывать, можно проглатывать гриб-листичка. Это ребёнку, ну а 7 лет, там уже можно эту жидкую фракцию из растений. Там не просто тройчатка по Семёновой 3, а там 7 видов, по-моему, трав. Это ультра, огнёвка ультра. У нас в программу она входит. Можно её отдельно купить у нас на сайте тоже. Так, ну хорошо. Дорогие друзья, ну давайте всё. В Украину доставляем ли мы? Конечно, доставляем. Ну только не мы доставляем, а у меня есть представитель. На территории Украины. Называется, можете в Яндексе набрать, лавка Фролова в Киеве. И, соответственно, вот Юрий Красновид, такой там директор, и, так сказать, вот скоро партия новая придёт. Да, и, кстати, в Европу, в любые страны Европы, знаете, против России санкции введены, и даже дело не в коронавирусе. Поэтому мы рисковать не будем. А он отправляет легко, то есть территорию Украины, хоть в Канаду, хоть в США, хоть в Германию, хоть в Прибалтику. Поэтому через нашего представителя, пожалуйста, а мы по всей России, там в Израиль, там любые страны СНГ, Корея, Австралия, это, пожалуйста, это мы напрямую, наш сайт nadgar.ru. Альцгеймер лечится, но с Альцгеймером есть один нюанс. Это нужно... Деменция, тут 100% дефицит D3, и B12 может быть тоже. Всё, дорогие друзья, благодарю вас. Субтитры делал DimaTorzok